Светлана Королёва Александр говорит Борису, что свадьба Олега и Юлии очень выгодна. Он признается, что потратил немало сил, чтобы эта свадьба состоялась. Женя приглашает Ксению на свидание. Ксения рассказывает об этом Даше и предлагает пойти на свидание вместо нее. Давыдов говорит жене, что Борис талантливый банкир. Ирена обвиняет Александра, что он не думает об Олеге. Они ссорятся, и Александр уходит из дома к Рите. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам. Все прощается в любви, искупается любовью, Очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, не двинув бровью. То, чего не смоешь кровью, Вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, Но смотри, не вернись Черным воронам. Привет. А я-то думаю, куда ты делся? Доброе утро. Ты что, все начались правы? Прости, я вчера слишком поздно вернулся и не хотел тебя будить. Ну и зря. Нет, нет, нет. Вы должны хорошо спать, хорошо. Так, садись. Ты расскажи, где ты был? А, я вчера весь день провел на заводе в Мамонтово. Подожди, подожди, это там, где опасные отходы? Зачем? Не волнуйся. Даже если бы это было правдой, мне бы все равно ничего не угрожало. Ты знаешь, ну, судя по всему, там вообще ничего такого нет в помине. Ты серьезно? В документах, которые я проверил, даже намеканет на то, что написано в этой статье. Ой, Саша, спать с тобой это удовольствие, а просыпаться с тобой это удовольствие вдвойне. Да, ну говори, говори, я люблю с утра порцию лезть, а ты это делаешь, как никто другой. Как никто другой, я делаю другое. А что такое лезть, я не знаю, я всегда говорю правду. Это была лучшая ночь в моей жизни. Почему? Потому что это первая ночь, которую мы с тобой провели вместе. А, ну да, конечно, конечно. Я понимаю, как ты этого ждала, как тебе этого хотелось. Я этого ждала больше, чем 8 марта и Новый год вместе взятый. Ах ты, красавица моя. Но я постараюсь, чтобы это происходило почаще. Нет. Не стоит. Не спишь? Да, с полчаса, наверное. А что не стоишь? Решил полежать, помечтать. Да я так боялся. Разбуди тебя. Ой, я же, наверное, тебе руку отлежала. На, чуть-чуть. Давай разомну. Ты мой герой, мой рыцарь. Ну зачем такие подвиги? Ну, проснулась бы чуть-чуть пораньше. Мне так хорошо было, понимаешь, когда ты спишь рядом. Ну, что же мешает нам быть вместе, а? Олег, зачем ты тратишь на это время? Юль. Нет, ну серьезно. Ты что, хочешь оправдаться? Так это ж никому не нужно. Юль, я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Я просто не хочу сдаваться. Знаешь, что делал мой папа, когда оказывался в подобных ситуациях? Нет? Тебе не рассказывала? Каждый свой провал. Он отмечал, как праздник. А на следующее утро все начиналось с чистого листа. Юль, ну, я же не твой папа. Очень жаль. Ты знаешь, к тому же я не уверен, что это про Женя. Будем считать это временным отступлением. Не понял. Ты только что сказала, что тебе это понравилось. Или как? Да, конечно. Но не стоит к этому привыкать. что-то я тебя не понимаю. Это нечто из области женской логики? Это из области женской хитрости, Саша. А ну-ка, что за хитрости? Ну-ка, быстро рассказывай. Нет, 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 нет. А что мне за это будет? А я тебе за это... Все, 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 все. Ну ладно, хорошо, договорились. Я хочу быть для тебя праздником, а не серыми буднями. Это весь секрет? Ну да. Так, Саша, все, уговор дороже денег. Ну, держи. Да, у нас как-то странно. Все пошло. Мы столько раз с тобой ссорились. Не пересчитать. Не надо считать. Мы и так столько времени потеряли. Да, я тебя ждал, наверное, полжизни. И опять все жду, жду. Я понимаю, что сам я давал, а почему и в чем, никак не пойму. А давай никогда не ссориться. Как это сделать? Ты Олега не видела? Что у него нового? Рына Таниславовна, вам не здоровится? Да нет, просто бессонница замучила. А та, что такая грустная с утра? Олег всю ночь провел в кабинете. Да что ты? А почему? Ну, потому что он страшно переживает из-за провала своего проекта. Он работал всю ночь. Ну, конечно, переживает. Нормально, что он перерабатывает. Для мужчины это естественно. Это всего лишь работа. Знаешь, для настоящего мужчины работа не может, да и не должна выцепить это всего лишь. Ну, не знаю. Ну, семья и любовь, разве это не самое важное? Разве деньги зарабатывают не для семьи? Неужели работа ради работы? Для семьи, конечно, тоже. Но ты знаешь, у мужчины бывает счастлив только тогда, когда найдет настоящее дело. И мы с тобой должны радоваться, что у Олега такое дело, кажется, есть. Да, у Олега есть дело. Но только зачем ему такое дело, если у него есть я? Саша, тебе черный или со сливками? Да, конечно. Что, конечно, черный или со сливками? А, черный, извини. Я так и подумала. А ты уже весь мыслями на работе? Не обижайся. Я не обижаюсь? Я все понимаю, ты очень переживаешь из-за провала проекта Олега. Ты чего так решила? Ну как, это же... Это же такой удар для твоего бизнеса. Не волнуйся. В финансовом отношении это небольшие потери. Ну что же, я очень рада за банк. Правда, для меня это была потеря. Ваш завтрак, царица Тамара. Боже мой, мне никто никогда не подавал завтрак в постель. Да? Ну тогда я это буду делать каждый день. Я попала в сказку. Ну не плачь, царица Тамара. Или царица любит соленый кофе? Я не плачу. Вообще-то мы опаздываем. Пора ускоряться. А я же увольняюсь. Ты знаешь, мы с ними разные. Эта женщина может реализовать себя в воспитании детей. Иногда даже в хозяйстве. А для мужчины очень важно найти то место, где он может реализовать себя. Где он может что-то сделать. Да, я понимаю. Но просто где место для меня? Сегодня, например, он 20 минут рылся в своих бумажках. И даже не заметил, что я, между прочим, до сих пор стою рядом. Тебе не нравится видеть Олега таким увлечен? Нет, мне не нравится. Мне обидно. Я вообще устала бороться за его внимание. Ну, не жалей. Тебе еще предоставится возможность проявить себя. Будут более интересные проекты, и ты примешь в них участие. Я надеюсь. Единственное, что, конечно, я вложила все свои деньги в этот проект. Об этом тоже не переживай, я все возмещу. Правда? Спасибо, Саша. Мелочи. Ты знаешь, ты не только потрясающий мужчина и любовник, ты такой, такой щедрый, благородный человек. Спасибо тебе. Почему ты воняешься? Мы же помирились с тобой. Конечно. А потом, мы же с тобой решили никогда больше не ссориться. Ну да, ну и что? Ну как? У нас с тобой ничего не получалось именно из-за того, что мы вместе работали. Нет, мне нравилось, что мы вместе работали. Да нет, ну, Георгий, ну пойми, на работе ты начальник, а я подчиненная. А я хочу рядом с тобой чувствовать себя настоящей женщиной, как сейчас. Ну и мне нравится, как сейчас. Ну как мы все без себя там будем? Ну как-нибудь справитесь. Да? Я бы чуть живьем вчера не съели. Ирана сказала, Александр ругался полчаса на мою кашу. Ничего, что-нибудь придумают. Ты лучше скажи мне, что тебе сегодня приготовят на ужин? М? М? Ты думаешь, мы сможем сломать наш ужас? Жор, ну не сломать, а изменить. И к лучшему. Ирана Станиславовна, а вам завтрак куда подавать? Юлечка, мы здесь будем завтракать? Действительно, давайте здесь. Да, Света, отнеси, пожалуйста, завтра коллегу, он в кабинете. Да, хорошо. Света, а как себя чувствует бабушка? Кстати, как Софья Никитична, я же не спросила. Спасибо, ей гораздо лучше. Она даже хотела навестить вас сегодня. Ой, как хорошо, что она приедет. Это здорово. Она, конечно, очень сильная и добрая женщина. Я пойду за завтраком. Ну вот. Ну вот, хоть у кого-то хорошая новость. А вы заметили, как Света сегодня улыбается? Мне кажется, после похорон первый раз. Не грустно, а ну как-то радостно, что ли. Да, ты права. Мне тоже показалось, что она начала оживать. Угу. Я вот что думаю, не тяжело ли Софье Никитичне до нас пешком-то добираться? Точно. А давайте иди-ка пошлем. Да? Может быть, ты тоже с ним поедешь, а? После завтрака. Хорошая мысль. Точно, я поеду с Эдиком и наконец-то мне и дело какое-то найдется. Жень, завтракать иди. Ва, не хочу. Что значит не хочу? А ну иди скорее. А ну иди. Ну что? Ну что? Я тебе блинчики с ветчиной и сыром приготовила. А ну садись. Садись быстрей. Ба, ну правда не хочу я. Ну что значит не хочу? Садись тебе говорят. Аппетита нету. Ой. Ты только попробуй. Ты только попробуй. Если не попробуешь, я обижусь. Ну ладно, только один. Ну только один. Да. Что это у тебя с аппетитом-то? Ты же всегда мои блинчики с удовольствием ел. Да сам не знаю. Первый раз такое. Прям ничего есть не хочется. Жень, ты наверное наблюбился. Найди мне эти документы. Хоть из-под земли достань. Да наплевать мне, что архив сгорел. Ну где-то же должны быть копии. Ну вот и найди. Все, хорошо, удачи. Давай, давай, я на телефоне. Привет. я рад видеть тебя. Я тоже. Садись, я завтрак принесла. Спасибо. Олег, а почему ты не хочешь сам пойти в эту газету и разобраться с ними? Нельзя. Если я приду, они напишут новую статью по хлеще предыдущей. То есть, я не понимаю, если ты туда пойдешь, ты скомпрометируешь себя? Да нет. Просто своим появлением я дам им новый повод посудачить, понимаешь? Ну и что, пусть говорят. Нельзя. Если это все не стихнет, я никогда не отмечу. Ты так думаешь? Уверен. Мне ни в коем случае нельзя показывать свою заинтересованность. О, с добрым утром. Тебя-то мне и надо. А ты Александра уже отвез на работу? Нет, я его сегодня не видел. Ага, так может он еще дома? Нет, не думаю, скорее всего нет. Почему? Потому что, когда он обычно дома, он с Иройны Станиславовны. А я их сейчас видел с Юлей. Ага. Значит, сегодня отца я уже проспал. Угу. Так, может, ты меня до банка подбросишь? Нет, ты знаешь, не могу. Я целый день сегодня с Юлей катаюсь по ее делам. Иди. Так это же как раз тот самый случай. Удачи. Да нет, ну, такого быть не может. Ну, я же ведь раньше аппетита не терял, хотя влюблялся. Ну, значит, на этот раз ты влюбился по-настоящему. А как ты это узнал? Твой отец вел себя точно так же, когда влюбился по-настоящему. Правда? Угу. Так это все, значит, серьезно? Женечка, прости меня, а кто эта девушка? Как ты с ней повстречался? Да так странно получилось, знаешь, я шел навстречу к другой, а там была она. И она вот на меня посмотрела, я просто до речи потерял, честное слово. Она такая необыкновенная, просто вот... А ты кушай, кушай. Она на меня посмотрела, и вот что-то прям хотела сделать, чтобы она ахнула, или или улыбнулась, или рассердилась. Ну, я не знаю, ну, в общем, лишь бы меня заметил, понимаешь? Ты кушай, 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 Жень. Зря я тебе, наверное, все это рассказываю. Нет, не зря, Женечка. Я за тебя так рада. Правда, любовь ведь это счастье. И я так боялась, что это произойдет позже. Ну что, ну что я ему скажу, а? Ну, скажи, что я заболела и попросила тебя скрасить ему вечер. Угу. И весь вечер мы будем разговаривать только о тебе. Ну хорошо, скажи, что я плохая, что я уехала, и ты выражаешь ему свое сочувствие. Да? Он скажет спасибо за сочувствие и уйдет. Хорошо, да ничего не говори, подойди и сразу поцелуй его. Ни за что. Он подумает, что я чокнута и будет от меня бегать. Ну не знаю, тогда что, тебе еще посоветовать. Вот ты сама не знаешь, а меня отправляешь. Ну ладно, скажи ему правду. Скажи, что я его не люблю, а люблю другого. Это правда? Ну конечно. А ты сомневался? Ну не знаю. Да нет, ну с Бахте никто не сравнит, ты сама понимаешь. Спасибо, подружка. Да не за что. Ты же сама себе его нагадала. Значит, это твоя судьба. Ты говоришь, что ничего не потеряно. А на что ты рассчитываешь? Сейчас я надеюсь, что эти документы где-то найдутся, понимаешь? Вот если бы только бы они нашлись, я бы обязательно выиграл. А где они могут быть? На заводе сказали, что все они были в недавно сгоревшем архиве. Почему он сгорел? Неизвестно. Сгорел полностью. Но я все равно не верю, что все документы пропали. Чуть ее подсказывает, понимаешь? Понимаю. Может копию где-то есть. Может. Не знаю. А если все сгорело, ну как говорят, то откуда же столько фактов у автора статьи? Света. Светочка. Тебе лучше сейчас уйти. Почему? Я говорю глупости, да? Нет, 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 что ты. Просто мне очень хочется тебя сейчас поцеловать. Эдик, ты знаешь, Эрена говорит, что у Олега работа на первом месте, потому что он настоящий мужчина. Это что, это действительно первый признак мужественности? Не знаю. Но вот у меня тоже есть мое собственное дело, которое я очень люблю, мой туристический бизнес. И пока я могла, пока я была в состоянии, я только им и занималась. Но я же о Олеге никогда не забывала. Нет, однажды было, что я целую неделю ему не звонила. Столько было дел. У всех бывает. Да в том-то и дело, что бывает так у всех. А я себя накручиваю. Значит, и он про меня помнит. Вот я болтам, вот я сама себе всю жизнь порчу. Помнишь, как тогда, когда ты меня утешал? Помню. Ты у нас, Сонька, шеваришь? Да, Тамары нет пока. Помочь тебе, что ли? Ну, помоги, если очень хочется. Хочется, хочется. Кушать очень хочется. Да и вообще, ты же у нас все время всем помогаешь. Ну, должен же и тебе кто-то помогает. Правильно? Сереж, мне кажется, мы эту тему уже закрыли. Нет, ну серьезно. Я бы на месте Давыдовых в банку тебя взял работать. Видишь, у них бы и проект не сорвался. Тоже скажешь еще. А вообще, если понадобится, то я помогу. Потому что Олега все только утешают, а реальной помощи ни от кого. Вот, вот. Давай, помогай. Ты у нас двужинная. У тебя запаса добрых дел на всех хватит. Я собираюсь в редакцию сходить. поговорю с автором этой статьи. Как же могла быть такая эгоистка, Мне прям сейчас стыдно. Серьезно, Эдик, прям как-то нехорошо. Может быть, мы давай домой поедем? Что? Поехали назад. Хорошо, нет, ладно, не надо. Извини, пожалуйста. Не надо возвращаться, все, едем дальше, куда ехали. Слушай, как скажешь? Эдик, извини, я понимаю, я тебя мучаю своими вопросами, я просто, я не могу успокоиться. Вот сейчас все хорошо, она обо мне заботится, но мне кажется, что он меня не любит. Вот почему так? Знаешь, Юра, на все ей свои причины. Да нет никаких причин, нет причин, он мне птичку подарил, канарейку. Человек, который не любит, не может догадаться о заветных желаниях. Вот именно. Ничего не поняла, что вот именно? Ничего. Что ничего, Эдик? Да что с тобой? Что, у тебя плохое настроение? У тебя что-то случилось? Юль, он действительно тебя не любит. Ну, понимаешь, Олег сам не пойдет, потому что они расценят это как давление на прессу. Можно подумать, если ты пойдешь, так это давлением на прессу не будет. Ну, я попытаюсь как-нибудь тихо, спокойно все выяснить. Может быть, даже имени своего не придется называть. Я тебя уверяю, даже если ты назовешь свое имя, никто это никаким образом не свяжет с Олегом. Ну, вот видишь, ты меня понимаешь. Так что, управлюсь сейчас с обедом и отпрошусь у Георгия. Скажи, вот если ты такая боевая, тебе не кажется, что ты могла бы заняться, ну, своими делами, подумать о себе? Ты по-прежнему не спешишь восстановить свою репутацию? Сейчас же останови. Что ты еще сказал? Я сказал, что он не любит тебя. Он не любит тебя, так как я. Я знаю, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь, чем ты живешь. Я столько раз ездил с тобой в гинекологию, что меня там уже принимают за отца ребенка. Да я и сам. Я и сам его люблю. Почти как отец. Я отказался бы сейчас от любой самой большой мечты в жизни, только бородить тебя. Я никогда бы об этом не пожалел. Я люблю тебя, Юля. Я хочу, чтобы виновного в убийстве папы наказали. Ну, так давай действуй. Все же в твоих руках. Ну, если уже есть виновный, есть осужденный, ну, кто же станет искать другого преступника? Между прочим, дело всегда можно пересмотреть, даже если прошло много лет. А как? Как этого добиться? Я не знаю. А на адвокатов у меня сейчас денег нет. Вот это все пустые оправдания. Прежде чем отказываться, нужно хотя бы попытаться. Вот у жениха твоего были друзья? Наверняка. Обратись к ним. Я думаю, они тебе помогут. Никогда бы этого не сказал и промолчал бы, если бы Олег любил тебя. Но тебе только только друг. И друг не самый лучший. Ты все это сейчас о зрябности говоришь? Я не слепой. Я вижу его отношение к тебе. Знаешь что, Эдик, Олег, между прочим, твой друг. И ты так плохо его знаешь. Я его знаю лучше, чем ты думаешь. Вот если бы это было так, то ты бы понимал, как он ко мне по-настоящему относится. Как он меня чувствует, как он меня понимает. Какой он... Нет, это ты его плохо знаешь. И Конорейку, это я... ты думаешь, мне стоит обратиться к Лешиным друзьям в милицию? Я, честно говоря, удивляюсь, почему ты этого не сделал до сих пор. Так что давай, прежде чем идти в редакцию, в милицию и разговаривай. Что, прямо сегодня? Ну, а что тянуть? Вот сейчас прямо иди. Света, сегодня ты одна? Почему? А что, Тамара не придет? Тамара уволилась. Нам придется искать новую кухарку, а ты, я надеюсь, пока справишься. Ну-ка. Ну да, конечно. Куда же я денусь? М-м-м. Вкусно. Ну, вот видишь, Сереж, значит, не судьба. Сегодня мне точно уже не выбраться, да и вообще неизвестно, когда получится. Юль, Юль, остановись! Юль! Ты уже все сказал, продолжать не надо. Юль, пожалуйста! Ты что? Ну, вот смотрю, что ты готовишь. Скоро? Скоро? Я уже почти все сделала. Осталось только последить за температурой, чтобы не пригорело, и специи добавить. послушай, ну, если все так просто, я, в принципе, могу за тебя подежурить. А у тебя что, своих дел нет? Вот ты не поверишь, но я, я уже отработал. Так что сейчас совершенно свободен, могу тебя подменять. А я смогу сбегать в редакцию, да? Что ты заладила про эту редакцию? Почему? Дела Давыдовых должны быть важнее твоих дел. Юль, ну, прости меня, болвана, я не должен был всего этого тебе говорить. Я никогда тебе этого не прощу. Эдик, я давно знаю о твоих чувствах. Я их уважаю. И я считаю, что ты должен уважать мои. Ты не имеешь права говорить об Олеге плохо. Да, 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 ты права. Права, я знаю, это тупая ревность. Я не смог сдержаться. Очень жаль. Потому что благодаря этому я теперь думаю о тебе хуже. Не, глупо было бы надеяться на что-то другое. Тем более, после этого, после того, как я ляпнул про этот чертов подарок, Юль, Юль! Эдик, я тебя прошу, не ходи за мной. Подгони машину к подъезду и жди, когда мы выйдем. Да, и еще. Сегодня забери свою кодорейку. Послушай, я готов следить за этой плитой, за этими специями, но только при одном условии, что ты сейчас пойдешь в милицию, а все остальное меня не интересует. Ну, хорошо, я пойду в милицию, только потом обязательно заскочу в редакцию. Потом хорошо, заскакивай. Хотя я все равно не понимаю, зачем убиваться по чужим проблемам. Ты пойми, наши с тобой хозяева, они при любой ситуации в сто раз защищение нас с тобой. А ты откуда это знаешь? Ты ведь не был бы в шкуре. Ну, ты, между прочим, тоже не была. Но знаю я одно, что у людей нашего с тобой положения самый ценный капитал это честное имя. А в этом отношении ты полный банкрот. Ты понимаешь, что я говорю? Да. Я пойду в милицию. О, проходи. А я тебя уже давно заметил. А я тут шла мимо, увидела дымок и решила посмотреть. А что ты тут такое интересное делаешь? Да вот, греюсь. Чай сейчас буду пить. Да? Да. Здорово, ты тут устроился. А ты присаживайся, будешь как дома. О. Да. А, между прочим, это территория Давыдовых. И если тебя тут заметят... Ну, не знаю, пока что еще никого не видел. Да и вообще тут редко кто ходит. Так что... Ну, я же тебя заметила. Увидела, что дымок, подумала, может быть, бандит и решила проверить. Храбрая девушка. Знаешь, я все проверил, так что со стороны усадьбы дымка не видно. Ты уверен? Ну, можешь сама проверить. Но думаю, что не видно. Прошу. Спасибо. Ну, рассказывай, какими судьбами ты здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мне... господи, красота-то какая. Ой, денек славный. Давайте постоим, подышим. Холодно, но хорошо. Интересно, какая зима в этом году дальше будет? Да говорят, морозная. Да, это правильно. Яблок вон сколько было в этом году. А это явные приметы к морозной зиме. Так что все еще впереди. А ладно, это ничего не значит. Живем, и тогда увидим. Эдик, неужели тебе не интересно помечтать и представить себе будущее? Нет, я хочу, чтобы... Юль, иди сядь в машину, замерзнешь. Эдик, дай нам Софье Никитичной воздухом подышать. Вы можете, конечно, это считать за старческую сентиментальность, но мне нравится думать, что будет дальше. Я вообще-то пришла сюда не случайно. Я знала, что ты тут будешь сидеть. Я догадывался. Мне Ксюша сказала, что ты будешь ждать ее здесь на развалинах. Да? А что Ксюша еще сказала? Она сказала, что назначила тебе свидание, потому что у нее не было другого выхода. Пожаловалась, значит, да? Ну, видишь ли, Ксюша не захотела идти. Она попросила меня, чтобы я сказала тебе, ну, чтобы ты ее не ждал напрасно. Вот как. Понятно. Ну, вот, это все, что я хотела сказать. Ну, я пойду. Скажи, а тебе что, чай не понравился? Понравился. Я такого вкусного чая давно не пила. Ну, тогда оставайся. Как вы себе представляете, что с вами будет через 10 лет? я не знаю. Никак. Я живу сегодняшним днем. А я, знаете, вот как только узнала, что жду ребенка, сразу себе представила этого ребенка, как будто ему 10 лет. Как он шалит, не слушается меня, я никак не могу с ним справиться, я страшно волнуюсь, и вот это все себе представляю. Ну, конечно, это наша женская доля, думать о близких и волноваться. Это у нас в крови. Ну, может, сядь в машину? Эдик, а я вижу, что у тебя через 10 лет будет двое детей, и ты их будешь ужасно баловать, и твоя жена будет ругать тебя за это. Правда? Правда. Вы знаете, мне кажется, что чего-чего, а уж детей у меня не будет. Это почему? Просто девушка, которую я люблю, меня не будет. Тут даже можно пикник устроить, только не зимой. Слушай, ты же замерзла. Ну, вон у тебя ботинки, ну, по подиуму только ходить, и вообще оделась как-то легко. Ну, я же не думала, что я так надолго здесь застряну. Ух, нарядилась прям. Чего ты взял, что я нарядилась? Я, между прочим, так всегда одеваюсь, когда не на работе. Слушай, а я забыл взять плед. Ведь девушки всегда одеваются не по погоде на свидание. Что ты этим хочешь сказать? А я хочу этим сказать, что у нас с тобой свидание. Поэтому у меня для тебя есть подарок. Вуаля! это тебе. королева! Ты что здесь делаешь? Здравствуйте. Здравствуй, Света. Ты ко мне? Ну, я, честно говоря, даже не знаю, кому я. Интересно. Ну, значит, ко мне. А вот и мы. Софья Никитична, как я рада вас видеть. Здравствуйте, Ириночка. Вы меня простите, я вас заставила беспокоиться. Ну, еще не хватало, чтобы вы извинялись. Вы же знаете, как мы рады видеть вас в нашем доме. В вашем гостеприимном доме. Спасибо, мне очень приятно это слышать. Ирина Станиславовна, не знаете, Олег очень занят. А, загляни к нему в кабинет. Иди, иди, а мы пока поболтаем с Софьей Никитичной. Хорошо, я к вам вернусь, хорошо? Да, быстренько. Ты соскучилась? Да, надо же, расстались всего час тому назад, а уже соскучилась. Ну, конечно, понятно. Она же его любит. Да. И пока еще любовь не переросла в привычку. Да, Софья Никитична, пойдемте в столовую. Пообедайте с нами, пожалуйста. Вы еще не обедали? Ой, как замечательно. А у меня была одна задумка. Я хочу приготовить одну вкуснейшую штуку. Черемуховый пирог. Рассказывай, как живешь? Да ничего, спасибо. С чем пришла? Я хотела узнать, как можно добиться пересмотра моего дела. Зачем это тебе? Я не виновна. А чего это ты вдруг сейчас об этом вспомнила? Ну, ты же и так на свободе. Извините меня, что я побеспокоила вас напрасно. Я пойду. Королева, постой. Ну что, съездили? И как? Что как? Привезли бабушку Светы. Ну я же тебя не об этом спрашиваю. Ты же с Юлей хотел поговорить, поговорил? А, ты об этом? Ну, конечно. Как без этого? И что ты ей сказал? Кое-что сказал. Петь. Отчего я из тебя слова клещами вытягиваю? Слушай, почему я должен перед тобой оправдываться? Объясни, почему? Да, Боже, тебя упаси. Перед кем ты оправдываться не должен? Ну и все. Я элементарно проявляю участие. Просто на твоем лице написано, что дела у тебя не ахти. Да уж, дела мои действительно не ахти. Ну, так что ты сказал? Я ей сказал, что Олег ее не любит. Вот так и сказал. Прямым текстом. Ну, куда уж прямее. Ты прости меня, Свет. Я, видимо, совсем зачерствел на своей службе. Да нет, что вы, не извиняйтесь. Я понимаю, что вам не полагается верить таким, как я. Что значит таким, как ты? Ну, тем, кто был осужден и сидел в тюрьме. Но я действительно не виновна. Видишь ли, Светочка, мой опыт показывает, что нет правил без исключений и нет судей, которые бы не ошибались. всякое бывает. Да я смирилась. И эти три года в тюрьме, они многому меня научили. Я просто хочу восстановить свою репутацию, чтобы смело смотреть людям в глаза. Я тебя понимаю. Но, видишь ли, все не так просто. Можно заново открыть дело, даже через три года. Но для этого нужно, чтобы всплыли какие-то новые обстоятельства. Например? Нужны факты, которые не фигурировали бы в деле и которые могли бы повлиять на решение суда. У тебя есть такие факты? Светлана Королева выходит из тюрьмы. Она не подозревает, что во всем, что с ней случилось, виновата ее сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но не может оставить беременную невесту Юлю. Олег рассказывает Юле, что статья про опасность инсулинового завода сфабриковано. Он хочет найти автора статьи. Александр Давыдов ссорится с Иреной и проводит ночь у Риты. Тамара и Георгий наконец смирятся. Тамара сообщает ему, что больше не намерена работать в доме Давыдова. Света решает обратиться к друзьям погибшего лейтенанта Игонина, чтобы пересмотреть дело об убийстве отца. Она хочет найти настоящего убийцу. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны, Но смотри, не вернись, Но смотри, не вернись Чёрным воронам. Всё прощается в любви, Искупается любовью, Очищается любовью, Как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, Не двинув бровью, То, чего не смоешь кровью, Бабьей смоется слезой. Ты лети, голубок, Под небесную ввысь, Ты лети, голубок, На все стороны, Но смотри, не вернись, Но смотри, не вернись Чёрным воронам. Можно заново открыть дело, Даже через три года. Нужны факты, Которые не фигурировали бы в деле, И которые могли бы повлиять На решение суда. У тебя есть такие факты? Нет. Олег, скажи, что ты меня любишь. По-моему, я всегда это говорю. У тебя что, какие-то сомнения? Да нет. Разве не может быть так, Что я просто зашла спросить? Хочу это снова услышать. Наверное, может. Юль, я понимаю, что я уделяю тебе сейчас слишком мало времени, Ничего не рассказываю, Но пойми, пока я со всем этим не разберусь, Я полностью в это погружен. К сожалению, не могу быть приятным собеседником. Извини. Я что-то не понимаю, Зачем все эти объяснения? Я просто зашла, Потому что мне надо было услышать от тебя, Что ты меня любишь. А Света где у нас? Я за нее. Так, не валяй дурака, Я вполне серьезно спрашиваю. Света отошла по своим делам, Так что если у вас есть какие-то к ней вопросы, Я могу вам ответить, задавать. Ничего себе получается, а? Через 15 минут обед выдавать, А у нас никого здесь нет. Жаркое, рассольник. Так, это... Кто готовил? Света, она все сделала, Попросила меня отпустить ее. А-а-а. Она у тебя отпросилась, да? Ну, точнее, она спросила. Сереж, как ты думаешь, Могу я отойти на полчаса, Пустят меня к Георгии? Я говорю, Георгии, да конечно отпустят, Он же у нас мужик правильный, Положительный, войдет в положение. Да-да-да. Ну вот что, дружочек, В следующий раз, получается, Ты за меня мою работу не делай, И Светину тоже. Спасибо, что выслушали меня. Опять ты бежишь. Я же тебе не отказал. Да просто, если нет никакой надежды. Ты, Лешке, нашего, была любимая девушка. А Лешка, он ведь знал, в кого влюбляться. И памяти своего лейтенанта я просто обязан, Хоть попытаться как-то тебе помочь. Спасибо вам. Рано благодаришь, я ничего не гарантирую. Я могу только обещать, что я посмотрю твое дело и подумаю. Юль, подожди. Не уходи. Что еще? Не сердись. Тебе тяжело со мной. Я знаю. Ты не знаешь. У тебя сейчас все мысли о ребенке, А я, я так далеко, что тебе кажется, Мне совсем не до тебя. Я все понимаю, ты не можешь отменить все свои дела. Понимаю. Не могу. Ну и тебя забывать я тоже не должен. И более того, более того, мне абсолютно непростительно, Что я ни разу не был с тобой врача. Ничего страшного. Садись. Садись. Успеешь еще? Ты, кажется, говорил, там скоро будет какой-то важный осмотр, да? Будет слушать сердце у нашего малыша. Как это называется? Неужели ты помнишь? Да, пирография. Так вот, я обязательно должен быть там с тобой. Это было бы очень хорошо. К тому же, если доктор говорит, что это важный момент, Я просто не имею права его пропустить. Ты не представляешь, как я буду рада, Если мы вместе услышим, как бьется сердечко. И ты, наконец, поймешь, что это живой человек. Такой же, как ты и я. Понимаешь? Наверное, да. Ты меня любишь? Да, конечно, все-таки хитрый. Так, добрый день, молодые люди. Разрешите нам вторгнуться в ваше владение? Обед готов, Ирана Станиславовна. Замечательно. А теперь мы вас попросим освободить нам плацдарм для наших экспериментов. Ну, тогда мы вас покидаем. Хорошо. Да. Какая у вас большая кухня. Ага. Ириночка, будьте добры тарелочкам. Да, конечно. Когда-то в нашей коммуналке на такой кухне размещалось восемь семей со своими плитками. Давайте, я вам помогу. Так вот. Так вот. Разные бывали времена, у нас тоже не все было гладко. Слава Богу, что удача улыбнулась Александру. Ну, а что такое удача для мужчины? Умная жена, еще и такая красивая, и хорошая хозяйка. Ой, какая хозяйка. Он уже даже забыл. Сто лет никому ничего не готовила. А вы побалуйте Сашу. И пусть он вспомнит, на ком дом держится. Я готова. С чего начнем? Ну, беги, Королева. Как что буду знать, я тебе сообщу. До свидания. Сережда. О, Боже мой, ты меня напугал. Ты что здесь делаешь? Действительно пошла в милицию. Я обманул, как обещала. А ты что, меня контролировать, что ли, пришел? Нет, проследить. Что он тебе сказал? Да пока неизвестно еще ничего. Ну, удастся отправить дело на пересмотр или нет? Я думаю, все будет хорошо. Ты мне лучше скажи, что там на кухне. Тебя Георгий отпустил? Да меня все отпустили. Обед готов, а на кухне там бабушка твоя с Ириной что-то колдует. Так, значит, надо бежать. Да нет, в том-то и дело, что никуда бежать не надо. Они просили оставить их одни. Чего-то печь собираются. А ты что, со мной собираешься идти? Ты, кажется, был против. Был против. Сейчас пойдем. Пойдем. Тряпка-то, Эдик. Ничего ты и не сказал. Да пошел ты. Шофер! Отвези меня в банк. Ты знаешь, чего-то не хочется. Хамишь? А ты уволь меня. Ключи от машины. Так, все, нечего здесь стоять. Все равно к вам больше никто сегодня не придет. Все, можете расходиться. Так они вечно, отвечайте, которых нету. Не смог же это, а вечно отсижу. Точно? Домой-то захотят рано или поздно, правильно? Не можете нас пускать. Так пусть они сами к народу идут. Ты смотришь, что творится. Что творится? Рошла. Вы знаешь, куда идти? Скажите, пожалуйста, как нам пройти в отдел хроники? Никак. Вам что, здесь всем медом, что ли, намазано? Всем сегодня подавай отдел хроники. Ну это тоже прут. Ну, Годи, а что, все туда, что ли? Нет, не туда. Мне сказали, никого не пускать. Значит, не пускать. Все. Так степи сорвать. Нам очень нужно, ну, пожалуйста, ну, разрешите. Я ничего не знаю. Все, мне сказали попросту, не пускать. Значит, не пускать. Никого не пущу. Я спорю. Слушай, мужик. Мужик. Ну не мужик, ладно. А может, у женщины горе личное, а? Может, у нее трагедия или сенсация? А то ты взял и убьешься. Так будешь стоять и укрешься. Все, нечего, нечего. Все, все, давай, стой. Подожди, подожди, руками. А может, здесь человеческий за... Да что ты умеешь? Что за ветеран? Она, небось, своя. Ты что, смотри на него, больной человек. А? А ну-ка, мужики. Что там? Товарищи, ну это же не наше. Ну, руки убери. Руки убери, я тоже распущу. Плита нагрелась. Можно ставить. Софья Никитична, можно я поставлю? Ну, конечно. Плита только хозяйку и слушается. Хорошо. Ну так, замечаем полчаса и дай бог, чтобы у нас все получилось. Олег? Хорошо, что ты здесь. Ты уже достаточно отдохнул. Завтра ты мне нужен в банке. Я не отдыхал. Я занимался расследованием. Чем-чем? Я пытался выяснить, откуда у этого журналиста факты, которых не было у меня. Нашел на что время тратить. Но мы ведь все уже обсудили. Что после драки? Кулаками махать? Напрасно-то так. Кое-что я все-таки узнал. Ну, давай, коротенько. В общем, так. Тот материал, который был в статье, полностью сфабрикован от начала до конца. Чего ты взял? Я обратился в архивы. Так вот. Данные экспертизы, которыми оперирует этот журналист, взяты с документов, которых не существует. Эти документы сгорели четыре года назад вместе с архивом. Но, может, сохранились копии? Может. И они сохранились. Только для этого нужно было обратиться в тот архив, где они сейчас хранятся. А туда никто не обращался. Да-да, пойдите. Здравствуйте. Здравствуйте, милая барышня. Вы к кому? Я еще автор статьи о строительстве инсулинового завода. Снова вы с вашим инсулином. Извините, но я здесь впервые. Может быть, вы меня с кем-то перепутали? Вы, может быть, и впервые. Проходите, садитесь. Но здесь до вас столько народу перебывало, что ой-ой-ой. А что, все этим так интересуются? А вы что думаете? Диабетиков у нас много. А Давыдовы, они поманили их сладкой сказочкой. Подождите. Так это вы написали? Не я. Ну, а могу я тогда поговорить с автором статьи? Ну, хорошо. Допустим, меня ты убедил. Что ты предлагаешь? Значит так. Я считаю, что нужно заново сделать замеры, провести анализы почвы и грунтовых вод, нанять экспертов. Стоп. Стоп. Ты сказал нанять. Ну да. То есть самим оплатить их работу? Естественно. Ты понимаешь, что если мы оплатим экспертизу, ей не поверит ни одна собака. Я представляю, как это раздует пресса. Подожди, а что мы тогда можем сделать? Наплевать и забыть. И заняться чем-то более перспективным. Автора статьи сейчас, к сожалению, нет. Она в командировке. Но я вам скажу. Статья написана очень компетентно. И очень талантлива. Но меня интересует, насколько она правдива. Послушайте. А разве сама попытка, наша попытка противостоять власти денежных тузов для вас не является доказательством нашей абсолютной честности? Это вы о Давыдовых? Они же нагло обманывают людей. Понимаете? Это нос. Качественное лекарство не может быть дешевым. А вы считаете, они не продумали это? Не продумали, как это сделать, прежде чем взяться за такой проект? Конечно же! Их же ничего, кроме прибыли, не интересует. Для этих людей вообще нет ничего святого. Но вы сами говорили, что многие им поверили. Несчастные, больные люди. Завалили нас письмами, читать не успеваем. Вот, посмотрите. И это еще не все. Чего не хвастаешься? Чем? Ну, как чем? Я знаю, что твой отец выдвигает тебя теперь на первый план. Мне этого, знаешь ли, мало. Какой ты стал привередливый. Ну, а чего ж тебе нужно-то, а? Подсидеть, браться в бизнесе, это еще полдела. Он все равно в шоколаде с такой невестой, как Юля. Ты что, решил за невестой его приударить? Имей в виду, она беременная. И меня это не спущает. Вот только не знаю пока, как ее увести. Могу же ей открыто сказать, что ее жених, изменяет ей с ее же собственной подругой. Она меня возненавидит. Да, понятно. Конечно, в этих делах ты совершенно ничего не понимаешь. Сережа, а давай ты отдашь письма Олегу? Я с какой-то стати. Ты же все это придумала, ты эти письма добыл. Давай ты и неси. Ну, мне неловко, что я вмешалась не в свое дело. Тем более, у вас, мужчины, всегда же страдает самолюбие, если женщина что-то за вас делает. Вообще-то у меня не страдает. Я не о тебе, я об Олеге. Ну, правда, поверь, для него это будет лучше. Если это сделаешь ты, ну, пожалуйста. Пап, это дело не во мне. Нет, мне, конечно, очень неприятно, что моя репутация пострадала, но я с этим могу смириться. Вот и зря. Ты прежде всего должен думать о том, как восстановить репутацию. Нужен успех. Нужна добротная, реалистичная идея. Но идея с инсулином тоже была добротная. И, между прочим, многие люди рассчитывали на эту продукцию. А теперь что получается? Получается, что я подвел всех этих людей. Имеешь в виду инвесторов? Нет, я имею в виду больных диабетом. Те, кому действительно необходим этот продукт. Вот это вот прежде всего, что меня не устраивает, сын. А выясни, почему? Ты думаешь о каких-то абстрактных диабетиках? Вместо того, чтобы думать о партнерах. О своем отце, наконец. Да. Разрешите? В чем дело? Письма из редакции. Что еще за письма? Это письма от людей, которые не получили ваш инсулин. Не надо действовать прямолинейно. Бери кашетам. А можно вот без этих твоих метафор? Если ты хочешь добить Олега, уведи у него Свету. Он этого удара не перенесет. Он не сможет ни ревновать. И сам сорвется. Какая хорошая идея. У меня других не бывает. И тогда Юля все поймет сама. И отвернется от него сама. Какая ты. Здравствуйте, милые дамы. Здравствуйте. Светя. Здравствуйте. Восхититель. Здравствуйте, Генрих Генрихович. Ну, что за кулинарное чудо вы тут готовите? Запах просто головокружительный. Вы очень вовремя. Софья Никитична меня обучает печь семейный пирог. Пробу снимете? Мне повезло. Вот что значит вовремя приходить. Обожаю Сонюшкину выпечку. Ну, такого пирога ты еще никогда не пробовал. Этот пирог особенный. Бабуль, даже я так давно не пробовала твоего пирога. Солнышко мое, я надеюсь, что ты научишься и тоже будешь печь такой пирог. Ну, попробовать-то можно. Да вот, конечно. Вот этот кусочек, вот этот кусочек, можно попробовать. А остальные кусочки на счастье. А-а-а. Они с секретом. Я в тесто кладу старинную серебряную монетку. И вот, кому кусочек с монеткой достанется, тот и будет счастлив. О, можно я тогда два куска Олегу отнесу? Даже три. Ну, конечно. Ну, правда, ему просто, ему просто необходима удача. Почему закрыли проект? Не мешайте хорошему делу. Передайте Давыдовым, что мы на их стороне. я инвалид. Не могу заработать сыну на лекарства. Трачу сбережения, но через год моего сына может спасти только появление дешевого инсулина. А ты сентиментален. Да при чем здесь сентиментальность? Как ты не понимаешь, мне нельзя сдаваться? Столько людей нуждается в том, что я делаю. А с каких это пор ты слушаешь? Толпу. Да при чем здесь толпа? Это люди. И у каждого своя беда. И я не хочу отнимать у этих людей надежду. А ты не подумал о том, что этим людям абсолютно все равно, раздоришься ты или нет? Что они хотят от тебя только того, что им нужно? Ну, ведь именно ради этих людей я все это затеял. Ты банкир или ты благотворительная организация? Пап, не начинай. Я уже устал тебе доказывать одно и то же. Между прочим, однажды ты уже согласился, что социальные проекты могут приносить прибыль. Так? Ну, предположим. Предположим. Значит, ты все-таки бизнесмен. В таком случае, ответь мне на один вопрос. У кого стоит учиться? У успешного предпринимателя или у банкрота? Я не понимаю, а ты к чему клонишь? А к тому, что я опасаюсь за твой рассудок. Отец. Ты споришь со мной и прислушиваешься к мнению тех, кто даже на лекарства себе не может заработать. Извините, пожалуйста. Но нам, кажется, пора. Как? Что вы? Я вас не отпущу. Света, чашки давай, будем чай пить. Ой, простите, Ироличка, но действительно, я хотела еще забежать к Нине, к Дубраву. А как же пирог попробовать? Вдруг монетка именно вам достанется? А я уже пробовал. А если мне еще дать, так я слопаю пирог вместе с монеткой. Да ну вас, Генрих Генрихович, ждешь от вас поддержки, а вы Софья Никитична. Ну, оставайтесь. Мне монетка не нужна. Я уже счастлива. Пусть она останется в вашем доме. О, приветик. Ну, как все прошло? Ну, можно сказать, что ничего. Ну, то есть он тебя не съел? Съел глазами. А так нет. Даже так? Спасибо тебе большое. Я даже не думала, что из этого может что-то выйти. То есть тебе все-все-все понравилось? Ну, можно сказать, что из этого может что-то получиться. Видишь, надо меня слушаться. Вот, а тебе возвращаю перчатки, шарфик, пояс и сумочку. Остальное занесу потом. Да ладно, не горит. А цветочки откуда? Серега, наверное, да? Нет. Это мне Женя подарил. И кто такую вкуснятину приготовил? Ты, наверное. Моя бабушка. А ты уже съел все? Не все, всего лишь два куска. Мама принесла. Бабушке передать, что очень вкусно. Хорошо. А монетка тебе не попадалась? Какая монетка? Ну, счастливая серебряная монетка. Ты знаешь, бабушка положила в один из кусков и кому попадется, то счастье будет. Нет, никакой монетки не было. А давай ты вместо меня погадаешь? Нет, я согласен. У меня уже два куска целых съела. Ну, давай. Давай лучше вместе, а? Ну, хорошо, давай. Давай вместе. Только если покажем на один и тот же кусок. Хорошо? Закроем глаза и на раз, два, три. А. Угу. Хорошо. Давай. Раз. Два. Три. Ух ты. А, так, давай ее держим. А ты ломаешь. Ну вот. Теперь никому счастья не будет. Представляешь? Природа. Свежий воздух. Чай, сваренный на костре. И Женя жарит мне хлеб на прутиках. А, ха-ха. Хлеб на прутиках. Очень смешно. Хорошо, что я туда не пошла. Ты еще, наверное, замерзла, как суслик, да? Нет. Он все делал для того, чтобы мне было тепло. М-м-м. Какое предусмотрительное. Ну, правильно. Сначала девушку заморозить, а потом согревать ее. Тебе жаль, что ты не пошла на свидание? Слушай, я бы с этого свидания сбежала через пять минут. И все-таки тебе жаль. Ты не расстраивайся. Это же было не настоящее свидание, а понарошку. Он же ждал тебя. Вот, на тебе. Не нужны мне твои цветы. Это не мои. Он же принес их для тебя. Так что тебе это от Жени. Молодой человек, вы что здесь делаете? Здравствуйте. Дверь была открыта, я постучался, но никто не ответил. Ну, на дверях есть звонок, можно было позвонить. Да, я ее не заметил. Так кто вы такой, что вам здесь нужно? А вы кто? Я? Я хозяйка этого дома. А, простите, я Женя. Ну, здравствуйте, Женя. Так что, вы к нам по какому-то делу кого-то ищете? Да, я ищу одну девушку, она одна из ваших прислуг. А, понятно. Но все-таки мне кажется, в чужом доме искать кого-то самостоятельно это не очень прилично. Вы скажите мне, кто вам нужен, и я вам ее пришлю. Ее зовут Ксения. Ксения? Вы ничего не перепутали? Нет. Ксюша, тут к тебе пришли? Я вижу, Женя. Мамочка, а ты нас не оставишь на секундочку? Конечно, дочка. Я знаю человека, который заслуживает счастья больше всех. Ты его тоже знаешь. Как хорошо, что ты тоже о ней подумал. Вот отдай эту монетку своей бабушке. Но... отдай, отдай. Пускай она будет счастлива и самое главное здорова. Не ожидала тебя увидеть у нас дома. Зачем пришел? Я пришел на свидание. А ты не смогла. Я подумал, может быть, что-то случилось? Ну, Даша же тебе все объяснила. Да, но я люблю получать информацию с первых рук. Да, я, кстати, знаю, почему ты не пришла. Да, и почему? Да, потому что ты дочка миллионера. И тебе тяжело если не зайти до простых людей. Ничего себе упреки. Вообще-то я тебе ничего не обещала, не обманывала и даже намекала, что меня твое ухаживание не очень интересует. Но ты скрыла, кто ты есть. По-моему, ты просто не спрашивал или решил, что про официантку и так все понятно. Ну, ты же знала, что я ошибаюсь. А мне надо на каждую гуглу кричать, я дочка миллионера, да? Ну, зачем тогда было обещать, что ты придешь на свидание, если я тебе настолько не интересен? Погоди, погоди, ты же меня сам вынудил. Просто вырвал шантажом согласие. Так что сам виноват. Ты о чем-нибудь договорился с Олегом? Нет. Упертый осел. Упертый осел это ты? Ты все время забываешь, что вы не на равных. Ты отец, а он сын. И ему необходима твоя поддержка. Если тебе угодно считать его младенцем, пожалуйста. Но я разговаривал не с ребенком, а с бизнесменом. И вообще, я бы тебя просил не лезть в бизнес. О, да, я это запомнила. Ты где ночь провел? Складно говоришь. Ну, а разве я не правду говорю? По-моему, все так и было. Да, так, да только не так. Ты прислала служанку вместо себя на свидание. Ну, по-моему, тебе понравилось. Да, представляешь, мы неплохо провели время. Ты думала, я ее, наверное, так же обижу, как ты? Я ее не обижала. Да ты что? Нет, ты нас обидела. Нас. Почему нас? Потому что ты нас унизила и меня, и ее. Надеюсь, ты хоть у нее прощение попросила. Я? За что? Ты еще спрашиваешь, за что? Слушай, да тебе не нужно говорить про деньги отца. Да на тебе и так клеймо дочки-миллионера. Так, во-первых, перестань на меня наезжать, а все перестал. До свидания. Спасибо тебе за свидание с Дашей. Пока. Значит, сначала ты меня выгоняешь, а потом тебе интересно, где я был. Ну, из дома-то я тебя не выгоняла, ты вполне мог переночевать в кабинете. Ты где ночь-то провел? Я работал. Понимаешь ты? Работал, работал, работал я. Я слышал. И уясни ты себе, наконец, с Мариной больше нет. Ее не существует. Она уехала. Уехала, Марина. Саша, ну я... Или ты думаешь, что я сплю со всеми подряд? С секретаршами, служантками, официантками, кого ты там еще подозреваешь? Саша, остановись. Если у тебя паранойя, дорогая моя, тебе надо лечиться. Саша, все, все. И прекрати меня обвинять, иначе я уйду из дома и уже всерьез. Успокойся, пожалуйста, не... теперь ты меня успокаиваешь. Сашенька, ну прости меня, пожалуйста, я ничего плохого о тебе не думала. Ну тогда с какой встать эти подозрения? Просто ты меня вчера очень обидел. И мне стало так жалко себя. Я очень нервничала вчера и сегодня. я очень боюсь тебя потерять. А ну стой! Что случилось? Нет, а ты мне объясни, что случилось. Ты о чем, Ксюша? Почему он сюда иднулся и воспитывает меня, а? Да я не понимаю, о чем ты? Кто он? Кто он, Женя? Я тебя что, обижала? Я тебя обижала? Вот скажи мне, что ты ему нажаловываешься? Ксюша, успокойся, я никому ни о чем не жаловалась, тем более Жене. Ты что, ты врешься? Что ты мне врешься? Что ты специально сделала так, чтобы я ему разодрала? Ну все это подло, Даша, вот! Ксюша, да я не вру и никогда не врала. И мне не нравится, что ты обвиняешь меня неизвестно в чем-то. Подруги так не поступают. Подруга? Да какая ты у меня подруга? Ты меня высылала, ты ремида, полной идиоткой! Слушай, а что ты расстраиваешься? Ты мне два дня твердила, что мечтаешь, чтобы он от тебя отвязался. Так радуйся! Ну что, расскажи своему Женечку, чтобы он сюда больше никогда не приходил, на цветы, цветопомяны, забери! Цветы можешь оставить себе, а мне достаточно того, что он меня поцеловал. Слушай, Жень, я тебя позвала, чтобы как-то поболтать, посплетничать, а ты ходишь тут чернее тучи. Да, поболтать это сейчас не про меня. Что случилось-то? Да, так. Подожди, тебе Давыдов деньги отдал? Да. Ну? Ну что, ты их потерял, что ли? Да нет. Слушай, давай колись, что случилось? Кто тебя обидел? Да никто не обидел. Давай, правда, посплетничаем. Давай. Скажи, ты Ксюшу Давыдову знаешь? У тебя, я смотрю, губа не дура. Прямо как у Светки. Что? Как что? А ведь с Олегом, ну, а ты, значит, на сестренку, на его глаз положил. Сразу видно, что вы родные брат и сестра. Одного поля ягоды. Где-то тут был волшебный пирог. Ну, все съели, да? Нет. Нет, Юль. Осталось. Хочешь попробовать? Да. А ты не знаешь, уже кто-нибудь нашел монетку? Не знаю. Так, хорошо. Четыре кусочка. Я осталась одна, может быть, я тогда все посмотрю. Никто же не обидится на меня. Да нет, конечно, никто не обидится. Все ведь желают тебе счастья. Вот и хорошо. Тогда я аккуратненько, аккуратненько. Я попробую это найти как-нибудь. Ничего не понятно. Так, аккуратненько не получается. Здесь нет. Знаешь, я где-то слышала, ну, так говорят, что нужно представить предмет очень хорошо, мысленно. И тогда можно притянуть его. Понимаешь? Нужно только очень поверить. Интересно, сейчас я попробую. Хорошо. Значит, сейчас, сейчас закрой глаза и сконцентрирую свое внимание. Так, я что-то устала. Устала. ничего, ничего, ничего. Сейчас я принесу тебе воды. Ты примешь лекарства или нет. Пожалуй, вначале надо измерить давление. не-не-не-не-не. Не суетись, Генрих. Не надо. Ну, мне просто, мне просто пора отдохнуть. Отдохнуть? Конечно, конечно. Тебе очень нужно отдохнуть. Не волнуйся, дорогая. Я сейчас тебя уложу, ты поспишь, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Нет, пожалуй, я все-таки принесу тебе нет. Не уходи. Не уходи, пожалуйста. Посиди. Посижу, посижу, посижу. Это ты сейчас выдумала про Свету? А ты что, ничего не знаешь, она тебе не говорила? Да нет, ну как же, у него же невеста есть. Ну и что, одно другому не мешает. Да врешь ты все. Женя, между нами обещаешь? Обещаю. Света такой лицемерный человек. Мне непонятно, почему ты ненавидишь ее, но я знаю Свету. Плохо ты ее знаешь. Ты же был так уверен в том, что она отца убила. А теперь что? Обработала на тебя, когда успела. Да не обрабатывал меня никто, я просто дурак был. Сейчас умнее стал. Что-то незаметно. Как тогда быть с ее Алешей, за которого она выйти хотела? Хотела? А за кого хотела? За лейтенанта милиции? Что ты хочешь сказать? Скажи мне, а зачем поднадзорная собирается выйти замуж за надзирателя? Молчишь? Да за тем, чтобы скрыть свое криминальное прошлое. А он такой же дурачок, как и ты, верил ей и покрывал ее. Ты должна не просто ее увидеть, а представить ее в своей руке. ты должна поверить, что все это наяву. Свет, мне кажется, я уже прям ее чувствую, Свет. Я прям знаю, она там. Можно я попробую? Я больше не могу, я стою в руку. Светочка, Свет, это монета. это монета, это монета. Ты помнишь день исполнения желаний? Это когда? Это когда я последний раз вышла из больницы и ты играл эту мелодию а потом мы стреляли и шарики. Конечно, помню. Я помню каждый день рядом с тобой. И сегодня будешь помнить. И сегодня не всегда рядом с тобой. Шарики, ты помнишь, как они переплелись? Конечно. Ты прости меня. Я тогда обманула тебя. Да? Правда? Значит, ты у меня обманщица. Да. я загадала не то. Только не говори, а то ведь не сбудется. Теперь можно. Уже сбылось. Я загадала, что последние минуты быть с тобой. и улететь из твоих рук. с тобой. С тобой Светлана Королева выходит из тюрьмы. Она не подозревает, что во всем, что с ней случилось, виновата ее сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но не может оставить беременную невесту Гюри. Олег доказывает отцу, что статья про вредное производство инсулина – фальшивка. Александр настаивает на том, чтобы забыть эту историю и заняться новым проектом. Чтобы унизить Олега, Рита предлагает Борису завести роман со Светой. Борис воспринимает идею с энтузиазмом. Женя приходит в дом Давыдовых и знакомится с Ириной. Он узнает, что Ксения не прислуга, а дочь банкира Давыдова. Олег находит в пироге Софья Никитична счастливую монету и отдает ее свете. Светлана решает, что монета должна достаться Юле. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам. Все прощается в любви, искупается любовью, Очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, не двинув бровью. То, чего не смоешь кровью, Вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную ввысь, Ты лети, голубок, на все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам. Как это случилось? Как Света, спасибо, что сообщили. Мои соболезнования. Крепитесь. Сюфи Никитична умерла. Ну, как ты? Да я держусь. Нормально. А как Света? Я вот поспал, а она всю ночь не могла уснуть. Только вот сейчас под утро уснула. Вот нас и осталось трое. Про Свету, конечно, не скажешь, что она очень одинока, но... Рит, ну перестань. Ну, давай только не сегодня без этих намеков. Не намекаю. Я говорю то, что есть на самом деле. Цемирка, она. А ты наив. Все, 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 перестань. Я все это уже слышал. Ты, конечно, была очень убедительна, да. Ну, я тебе не верю. Я сейчас иду с вами, Рен. И вспоминаю тот день, когда мы последний раз гуляли здесь с окушкой. Так же хорошо бы мне было здесь. Крепитесь, Генрих Генрихович. Мне тогда казалось, что я снова молод. Даже и не предполагал, что в моем возрасте можно влюбиться. В любви все возрасты покорны. Да. Хотя это и банально звучит, но я в этом убедился на собственном опыте. Где моя сумочка? Ты не видел мою сумочку? Зачем она тебе? А где ты была здесь? У меня сумочка. Мне нужна к Свете. А, вот же она. Мне сейчас очень нужна Свете. Мне нужно поехать подержать ее. Представляешь, что происходит? Вначале Алексей, а теперь бабушка. Две смерти подряд. И одна Света. Что? Я сейчас переоденусь. Нужно поддержать Свету. Значит, ты мне не веришь, да? И все, что я тебе сказала, не имеет для тебя никакого значения. Да, именно так. И ничто не изменит твоего мнения, да? Нет, почему же? Факты. Предоставь мне факты, я поверю. Какие факты? Какие тебе факты? Тебе что, судебное разбирательство? Чистосердечное признание тебя устроит? Пожалуйста, поди, спроси у нее сам. Вы что-то хотели у меня спросить? Да нет, нет, нет. Свет, ничего, садись. Мы просто хотели узнать твое мнение, где лучше бабушку хоронить. Ну, в общем, я могу через Давыдовых выбить место хорошее на престижном кладбище. Я думаю, это замечательный вариант. Да при чем здесь престижный? Это что, важно, что ли? Естественно, это важно. Меня, например, придут поддержать солидные люди. И что они подумают? Что я бабушку похоронила, бог знает где. Да какая разница, что они подумают? Мы разные люди. Зачем под кого-то подстраиваться? Все, хватит. С тобой все понятно, Жень. Ты мне скажи. Для тебя что, тоже престиж ничего не значит? Ничего. Генрих, Генрихович, ну только благодаря вам. Последние дни Софья Никитична были радостными. Да что вы, Ириночка. Это она скрасила мои стариковские будни. Она была такой оптимисткой и так мужественно боролась до последнего. Я все время пытался скрыть от нее правду о состоянии ее здоровья. А она, оказывается, давно все знала. И это не мне пришлось ее утешать, а и меня. Софья Никитична была очень мудрой и сильной женщиной. Была. Как-то странно звучит. Была. Вы знаете, Рэн, мне в моей жизни привелось похоронить многих людей. Но никогда я не был таким отеноким, как сегодня. Я тоже скорблю, Генрих, Генрихович. Но, но Софью Никитичну уже не вернуть. Смерть никогда не думает о том, каково будет тем, кто остается здесь. Так, мне давно пора, нужно ехать в банк, а по дороге я зайду к Свете. Нет, 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 подожди, пожалуйста. Ты что, собираешься без меня ехать? Юль, ну, прости, у меня совершенно нет времени ждать, пока ты соберешься. Ну, подожди чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и мы сразу поедем. Юль, если ты хочешь поехать к Свете, чуть позже, ну, пожалуйста, поезжай. Олег, почему ты хочешь ехать без меня, один? Да я вообще против, чтобы ты ездила туда. Ну, вредно тебе это, малышу нашему вредно. Ну, ни к чему в тебе все эти переживания, волнения, ну, сама все знаешь. Давайте похороним бабушку на кладбище, где Алексей. О, пожалуйста, вот тебе пример. Зачем мы там будем хоронить бабушку? Чтоб тебе удобно ходить было, да? С одной стороны, лейтенант лишит, с другой мы бабушку похороним. Замечательно просто. Генрих Генрихович просил. А что значит, и что дальше, что Генрих Генрихович? На то кладбище, о котором говоришь ты, ему будет очень тяжело добираться. Прекрасно. Замечательно. Ему будет тяжело добираться, видите ли. А кто нам Генрих Генрихович? Он нам даже не родственник. Это человек, который в последнем... Все. Хватит. Все. Я все прекрасно поняла. Мое мнение вас не интересует. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне любовь Софьюшке. Не все люди могут похвастаться тем, что умеют любить. Да, это чувство от Бога. Особенно, когда оно не гаснет на протяжении многих лет. Но ведь некоторым людям удается сохранить уважение и любовь друг к другу до глубокой старости. Хотя, конечно, это встречается нечасто. Я бы даже сказал, что это исключительные случаи. Да. Никогда бы не подумала, что мужчины мечтают о любви так же, как и женщины. Ну, что ж тут удивительного-то? Мужчины, Ириночка, тоже люди. И они хотят того, что и женщины. Вот только не любят говорить об этом вслух. Я была бы страшно удивлена, если бы я услышала подобное признание из уст собственного мужа. Свет, послушай, тебе надо поесть. И, кстати, мне тоже. Да я не хочу. Ну, как не хочу? Надо. Давай с тобой бутерброды сделаем. Поможешь? Нет, ну давай тогда я уж что-нибудь приготовлю. Да не надо. Думаю, обойдемся бутербродами. Жень, ты не обижайся на Риту, а? Да я не обижаюсь. Ну, понимаешь, ну такая она. Да знаю, знаю. Ей важно то, что о ней окружающие думают. Но ведь мы с тобой не можем ее изменить все равно. Да я тебе честно скажу, я на нее и не рассчитывал особо. Свет. Я у тебя спросить хотел. Спрашивай. Вы недооцениваете Александра. И, кстати сказать, это довольно распространенная ошибка в семейных отношениях. Вы считаете, что мне надо пересмотреть свои взгляды на семью, да? Да. Иначе может случиться так, что в вашей памяти не останется того радостного, теплого чувства, которое потом согреет вас в минуты вашей грусти. А вы, вы сможете сохранить память о своей любви на всю жизнь? Ну, увы, воспоминания – это все, что мне осталось. Я снова буду видеть ее улыбку, снова буду гулять с ней под руку. Представлять, как вы жили бы вместе, как радовались бы успехам друг друга. И успехам внуков. Генрих Генрихович, а может быть, чаю? Или хотите что-нибудь выпить? Да нет, спасибо, Ироночка. Не надо. Мне сегодня утром сообщили. Это было очень неожиданно. В последнее время она очень хорошо себя чувствовала, и даже нельзя было сказать, что она болела. К сожалению, смерть всегда неожиданна. Выпей водички. Спасибо, Саша. Мне просто сейчас очень тяжело, правда. Ну, крепись, крепись, дорогая. Никому из нас не избежать этого. И каждому приходится терять своих близких. Да, кому-то родители, кому-то друзей. Да, Риточка. Ничего тут не поделаешь. Ну, почему смерть, она неизбежна? Ну, почему? Это же очень тяжело для родных и близких. Это очень жестоко, это несправедливо. Я не понимаю, почему и зачем это так. Ну, к сожалению, она у нас не спрашивает разрешения. А что это за сыростью тут развели? Риточка, ты колготки порвала, а это вот так расстроилась. Борь, шутки сейчас неуместны. У меня бабушка умерла. Ты знаешь, Эдик, Софья Никитична нас всех берегла и не говорила о своей болезни. Оказывается, ей оставалось жить совсем немного. То есть, ты хочешь сказать, что она чувствовала, что скоро умрет? Да, я даже уверена. Те, моля, разве можно чувствовать приближение смерти? Ну, наверное, никто на это не ответит, но однажды мы все узнаем ответ на этот вопрос. Однажды? Когда? Перед смертью. Ах, как мрачно. Всем нам будет не хватать, Софья Никитична. Кому-то ее просто не будет хватать, и кому-то без нее будет очень плохо. Бедная Света. На нее за последнее время столько горя обрушилось. Это точно. Знаешь, у нее какая-то не жизнь, а сплошное испытание. Слушайте, я вам вот что скажу. Света сама во всем виновата. Вы проходите, присаживайтесь. Жень. Да. Света, мы как узнали, мы сразу приехали, да, Олег? А давайте я вас чаем угощу. Бабушка, она была очень гостеприимной, и у нее получался такой вкусный травяной чай. Она учила меня это. Так же... Олег, что делать? Катя, как ее успокоить? Помоги. Простите. Прошу прощения, я не знал. Может быть, тебе несколько дней не уходить на работу? Ну, я все понимаю, тебе тяжело. А думаю, тебе лучше побыть с сестрой, поддержать друг друга. Ну, да, в таком случае, несколько голов не помешает. Возьми. Деньги тебе сейчас пригодятся. Расходов будет много. Спасибо, но... Никаких, но... Хорошо. Спасибо вам, но... От гулы я не возьму. Эдик, ты неисправил. Мы же уже это обсуждали. Обсуждали, обсуждали. Послушай, неужели ты до сих пор считаешь, что виновата Света только в том, что она любит? Ну, что ты кричишь? Послушай, Эдик, ну вы такие странные мужчины, на самом деле. У вас, что считаю, всегда виноваты женщины. Не всегда. Ну, хорошо, замечательно. Вот в этой ситуации ты не думаешь, что виноват Олег? Именно в этой ситуации Олег не виноват. Как? Ну почему? Почему любовь между двумя людьми? Это же одно целое. И все, что происходит внутри этой любви, это делится на двоих. Нин, ты права. Ты успокойся. Успокойся. Ну, у Олега, у Светы, у них особый случай. Нин, а тебе не кажется, что вообще не существует просто отношение Олега и Светы? Существует треугольник. Олег, Света и Юля. Ну да. И в принципе Света могла бы разорвать этот треугольник. Я не знаю, что нужно говорить, но я тебе очень сочувствую. Слышишь, мы всегда будем рядом с тобой. Ты помни, пожалуйста. Спасибо вам. Я должен идти. Нам пора. Я стою здесь. Юля, поехали. Свете и Жене нужно побыть вдвоем. Ну, о чем вы говорите? Вы что? Света же не может вырвать из сердца Олега любовь к себе. Послушай, ну, она может не обманывать Юлю. Может? Ах, вот как. Замечательно. Давайте, давайте все свалим на Свету. Вот такая она плохая. А Олеженька в этой ситуации несчастная жертва, которая не может справиться со своими чувствами. Замечательно. Настоящий, нормальный, обыкновенный мужской подход. Ну, что вы везти? Куда ты? Я не думала, что вы такие сплетники. Я пойду и помогу Свете, и буду работать у Давыдовых. А вы, пожалуйста, продолжайте сплетничать, и только без меня. Нина. Ну, а приветик. Что, перебираем орудие труда? Перебираем. Помочь хотела? Ну, не хотела, но могу, если хочешь. Спасибо, барыня. Может, как-нибудь сами. Порежешься еще. Слушай, Серега. А тебе Дашке ничего не рассказывала случайно, а? Ну, что молчишь? Рассказывала. У вас, девочек, секретов не бывает? Ну, и что-то об этом думаешь обо всем. Ну, что я думаю? Я думаю, что тебе плевать на окружающих, и что ведешь ты себя по отношению к ней просто по-свински. Извини. Слушай, ну, я же хотела, чтобы ей же Дашке было и лучше. Слушай, вот только не надо, ладно. Дашке лучше. Ты хотел, чтобы лучше было тебе, а уж на Дашу тебе с высокой колокольной. Я не знал, что вы так хорошо относитесь к моей сестре. У нас дома все Света очень любят. Знает, какая она светлая, прекрасная, замечательная девушка. Угу. Я считаю, вам очень повезло с сестрой. Спасибо. Да. Бабушка просила меня, когда ее не станет заботиться о сестре. Но я не думал, что это случится так скоро. Я рад, что Света сейчас не одна. И хорошо, Свет, что у тебя есть мужское плечо рядом. Если бы не Женя, было бы совсем тяжело. Ну что? Идем. Я знаю, о чем ты хотел меня спросить. Боря! Боря! Помоги мне спуститься. Дорогая, оглянись вокруг. Заметила? Моего папаши здесь нет, а я неблагодарный зритель. Не понимаю. Я к тому, что можешь передо мной не разыгрывать эту комедию. Хотя справедливости ради должен заметить. Актриса ты неплохая. Пошел ты к черту. А вот это мне нравится больше. И темперамент пошел. Ты прости меня, пожалуйста. Я, конечно, не психолог. Но учитывая опыт наших с тобой нежных отношений, смею предположить, что вряд ли ты способна на такую сентиментальность. Послушай, я никогда и никому не испытывала родственных чувств. Понятно? А впрочем, как и ты. Значит, я веду себя по-свински, да? Да. Плюю на всех. И что? Многие обо мне так думают? Многие. Только раньше тебя это не волновало. Что-то сейчас случилось? Ничего не случилось. Вообще не обязана отчитываться. Ну не отчитывайся, дело твое. Ну вот и хорошо. Ну, ты мне скажи, пожалуйста, кто конкретно обо мне так думает? Да почитай, что все твои близкие и родные. Интересно, почему? Это ты еще спрашиваешь, почему. А вот скажи мне, а что бы ты думала о девушке, которая морочит голову своим родителям и всем близким и рассказывает Байку, что она будущая малолетняя мамаша. А? Или я сейчас это придумаю? А ты еще скажи, что я из дома сбежала, чтобы никто не расслаблялся, да? Нет, ты не для этого сбежала из дома. Тебе надо было внимание к себе привлечь. Так знай же, что я сбежала из дома, чтобы быть рядом с любимым человеком, потому что у нас в Бахте не было другого выхода. Выход есть всегда, но он у тебя почему-то должен быть всегда экстремальным. Кто ты после этого? Кто я после этого? Взбалмошная, избалованная, богатая. Что, что, дура, да? Да. У нас были отношения с Олегом. Хороша, сестрица, но нечего сказать, а? Ну, правильно мне Юля говорила, что тебя любят в доме Давыдовых? Конечно, а? Особенно тебя любит Юлечкин жених в тайне от невесты. Я правильно понимаю? Блин, нашла себе богатенького. И рада, и рада. Жень, ты что такое говоришь? Олег молодец. Олег молодец. Пользуется тобой, когда ему нужно. А жениться собирается на себе равный. Красавец, ну красавец. Красавец. Это не так. А как, как? Объясни мне, как? У нас настоящее чувство. Светлое. Да, конечно, светлое. И светит оно вам по углам, чтобы никто никогда не заметил. Женя, хватит! Я тебе сейчас все расскажу. Знаешь что? А я уже было начал верить, что ты действительно воспылала любовью к своей усопшей бабульке. Такой же страстной, какой ты воспылал к своему папаше и его родственничкам. А знаешь, что в этой истории меня больше всего забавляет? Нет, Боречка, я, к сожалению, не могу влезть в твои умнейшие мозги. У тебя ведь кроме бабки, братика и сестрички больше родственников нет? Каких родственников? Они мне не родные. Да ладно. Боря, хватит притворяться. Ты прекрасно знаешь, что я приемная в этой семье. Ну, знаю. Я всего в жизни добивалась сама. И с какой стати я должна их любить? О, да ты просто змея такая, Риточка. Да? Я этого не скрываю, особенно от тебя. Ты же сам мне когда-то говорил, что мы одинаковые. Да. Не повезло нашим родственничкам. Я повторяю еще раз. В отличие от тебя, у меня родственников нет. Я вообще их всех ненавижу. Я ненавижу их за то, что мне все время приходится притворяться любящей. За то, что я должна утешать эту псевдосестренку Свету. За то, что я... Все, хватит. Рита, а признайся, может, это ты подсуетилась, чтобы бабулька приставилась побыстрее? Проходи. Ты уже знаешь, что Софья Никитична умерла? Да. Ну, я, собственно, по этому поводу и пришла. Ты к Рэнде? Нет, я к тебе. Ты Свету, наверное, отпустил? Ну, да, конечно. И Тамара уволилась, да? Не понимаю, к чему ты это клонишь? Я... Я просто хочу помочь Свете. Тебе дать ее адрес? Нет. Я хочу заменить ее на несколько дней. Ну, пока... Понятно. Ну, принимай подобное решение в моей компетенции, тогда можешь приступать. Смотри. Все здесь в твоем распоряжении. Угу. Если что понадобится, скажи. Где какая посуда, я надеюсь, ты разберешься. Обижаешь. Ну, тогда вперед. Я прилягу, Олег. Тебе нехорошо? Да. Я переволновалась. Юля, может, мне врача вызвать? Не надо, пожалуйста, врача. Сейчас все пройдет. Юля, такими вещами не шутят, даже не спорь со мной. Олежка, пожалуйста, не надо врача вызывать, посиди со мной. Мне нужно с тобой поговорить. Сейчас все будет хорошо. Ты меня очень пугаешь. Извини. Сейчас полежу и пройдется. Юля, так о чем ты хотел со мной поговорить? Не о чем, а о ком. О свете. Олег. Олег, ну, да я понимаю, как ты, как ты к ней относишься, что ты не хочешь говорить про это. Юля, ну, как я к ней отношусь? Не понимаю, о чем ты. Олеженька, ну, Света, такое горе. Мы должны ее поддержать. Конечно. Мы обязательно поддержим, поможем. Ты согласен со мной. Мне кажется, Света должна переехать к нам в дом. Я тебе верю. Я рада. Я рада, что у нас теперь не останется никаких тайн. Только как в эту историю вписывается твой роман с лейтенантом. Это был не роман, а надежда на спасение. Значит, ты его не любила. Я любила Лешу. Да знаю я, как это все называется. Называется любила по-своему. Любила двоих, но всех по-разному. Ты не понимаешь. Да. Я не понимаю. Тебя вообще никто никогда понять не сможет. Ну, как можно было затевать роман с человеком, у которого невеста? Он хотел с ней расстаться. Хотел. Хотел, еще не значит сделал. Он вообще тебя просто использует. Жень, ты плохо знаешь Олега. Нет. Я знаю достаточно. Мне и так все ясно с ним. Что тебе ясно? Да если бы он хотел расстаться с Юлей, он бы это уже давно сделал. Что ему мешает? Да ему ничего не мешает, кроме... Кроме? Да кроме денег. Невеста ж, наверное, поди богатая. Ему ничего не мешает, кроме того, что Юля беременна. Переехать нашли? Юль, ну зачем? С какой стати? Я же тебе уже объяснила. Свете нужна поддержка. Юль, я думаю, что это горе затронуло всю их семью. И Свету, и Женю, и Риту. Пускай тогда уж все переезжают. Мне кажется, что ирония в данном случае совершенно неуместна. Света моя подруга, ей нужна помощь. Пойми же, ну просто пойми это. Согласен, согласен. Но почему именно Света? Потому что ей тяжелее всех. Потому что она только что потеряла любимого. Любимого? Олег, ты что, забыл, что они собирались пожениться? Тем более, тем более ей не стоит переезжать. В наш дом. Свете будет больно смотреть на нас, на наши отношения. Ты думаешь? Уверен? Уверен. Представь себя на ее месте. Но тебе было бы приятно жить рядышком с счастливыми молодоженами, когда, например, тебя только что бросили. Так. Так говорить не надо. Я думаю, ты прав. Да, смотреть на чужое счастье это тяжело. Ну, конечно. А когда рядом будет брат, сестра, ей будет легче пережить это горе. Олежа, какой же ты у меня умница. Я про это не подумала совсем. Да. Но ты совсем прав. Ну вот. Мне очень приятно, что мы с тобой наконец пришли к общему мнению. Хорошему. А я-то глупо и думала, что ты Свету очень недолюбливаешь. А все же не так. Все совсем наоборот. И что, лейтенант об этом знал? Да. И он что, ничего не сделал? Нормально. Ты еще скажи, что об этом бабушка знала. Знала. Ты что, ее заставила лгать? Я не заставляла. Просто она понимала меня. Что понимала? Что ты девка гулящая? Мы с Олегом расстались. Ты уверена? Уверена. Уверена. А я? А я в этом вообще не умею. Георгий мне сказал, что ты будешь замещать Свету. Да, Ирина Станиславовна, мне это совсем не сложно. Ну и хорошо. А то как-то остаться совсем без кухарки сложно. Да, но я знаю, вы могли бы пригласить повара из агентства. Это, насколько я знаю, это совсем не сложно. И распространено. Сложно другое, чужой человек в доме, это всегда нагрузка. И потом надо знать вкусы хозяев. Да, я с вами согласна. Если не знать индивидуальные запросы каждого члена семьи, то можно просто жестоко, жестоко ошибиться. Что ты готовишь? А, значит, здесь у меня рыбные кручоники по-киевски, там кабачок, капуста, чуть-чуть майонез. Украинская кухня? Да. Ее сложно спутать с какой-либо другой кухней. Ну, вы знаете, здесь можно найти блюдо на любой, даже самый придирчивый и изысканный вкус. Во всяком случае, выглядит все замечательно, аппетитно. Спасибо. Вот так, а что у меня там? Ага, хороший. Вот. Ой-ой-ой, какой хороший получился. Правда? Штрудзе с яблоками. Да. Да. Вчера еще здесь готовила свой пирог Софья Никитична. Да, нам, нам всем ее будет не хватать. Она столько сделала для меня и для меня. Даш, ну, подожди. Слушаю вас, барышня. Ну, перестань, ну, брось этот пылесос, брось. И что ты хочешь мне сказать? Очередную гадость? Ну, не надо так. Я могу идти? Даш, я хочу извиниться. Я вчера тебе что-то не то сказала. Но это все потому, что он с тобой целовался. Да? Да. Потому что он со мной тоже целовался. Да, да, видишь, какой он. То есть ты хочешь сказать, что ему все равно, кто пришел на свидание? Ну, я хочу сказать, что он не стоит того, чтобы мы с тобой ссорились. Ты согласна? Как в жизни все интересно получается? Это вы о чем, Ирин, Станислав? До того момента, как я познакомилась с Софьей Никитичной, мне казалось, что вся моя жизнь уже разрушена. Разрушена. Это вы серьезно? Да. Ну, тогда я думала, что все рассыпается просто как карточный домик. Ну, а сейчас все восстановилось? Благодаря Софье Никитичной. Благодаря ее советам у меня наладились отношения с Александром. У тебя что-то горит на плите. Да, спасибо. Как раз вовремя. Прости, отвлекаю тебя своими разговорами. Нет, нет, ничего. Ирин, Станислав, мне очень приятно с вами поговорить. Да уж, Софья Никитична, она всем нам очень сильно помогала. Знаешь, с дочерью у меня стали такие отношения, о каких раньше я даже мечтать не могла. Да, и с Мишей она нам тоже очень сильно помогла. Неужели у вас с Мишей были какие-то сложности? Да, но сейчас, слава Богу, все восстановилось и даже в самые лучшие стороны. И вообще, скоро сбудется самая моя завидная мечта. А ты что, решила меня жизнь учить? У тебя сколько мужчин-то было? меня? Ну, говори, говори честно. Ну, нисколько. Так что, не учи ученого. Да у тебя столько мужчин было, потому что ты не любила никого. Зато ты у нас влюбиться успела. Да, я люблю только одного, этим горжусь. нашла, чем гордиться. Был бы парень нормально, а то влюбилась-то в цыганенка. Стыдно сказать, господи. Да какая же ты какая? Какая? Легкомысленная? Ошибаешься. Может быть, раньше я и была легкомысленной, сейчас нет. Это почему? А потому, потому что влюбилась. А о чем же ты мечтаешь, если не секрет? Ой, Ирина Станиславовна, я даже представить не могла, что это все-таки случилось. Ну, говори уже, не томи. У нас с Мишей тоже будет ребенок. я не мог еще раз не увидеть тебя. Олег, я так рада, что ты пришел. Пообещай мне. Что? Сначала пообещай, что сделаешь то, о чем я тебя сейчас попрошу. Хорошо, я постараюсь выполнить твою просьбу. Нет, я должна точно знать, что ты это сделаешь. Ладно, я обещаю. Завтра ты не придешь на похороны. Софья Никитична была моей последней пациенткой. Ты что же, решил больше не заниматься медициной? Да. И я больше не буду работать в семье Давыдовых. Ты что, найдешь работу в другой семье? Нет. Я вообще больше не буду практиковать. А как же Давыдов без тебя? Ты же на протяжении стольких лет был их, можно сказать, семейным врачом. я думаю, найду подходящую замену. Ты же не только их лечил, ты стал, можно сказать, родным человеком для них. Ну, это ты несколько преувеличиваешь. Не грамма. Они к тебе обращались не только как к доктору, а как, можно сказать, к другу, как, ну, как у нас говорят, к старшему товарищу. Спасибо тебе, Георгий, за эти слова, но не надо меня уговаривать. Ну что, окончательно решил? Да. Жаль, жаль. Ну, я думаю, они меня поймут. Если для тебя так важно, чтобы меня там не было, то... Лег, мне бы очень хотелось, чтобы ты был со мной рядом. Но... Тогда почему ты запрещаешь мне приходить? так же тяжело. Не надо. Не рассказывай. Потом. Потом скажешь. Нет. Мне просто невыносимо. Невыносимо больно видеть тебя вместе с Юлей. Светлана Королева выходит из тюрьмы. Она не подозревает, что во всем, что с ней случилось, виновата ее сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но не может оставить беременную невесту Юлю. Рита предлагает похоронить бабушку на престижном кладбище. Света возражает. Она настаивает на том, что могила бабушки должна быть рядом с могилой лейтенанта. Ксения уверяет Дашу, что Жене не стоит их ссоры. Даша соглашается и признается, что влюблена в Женю. Света занимается похоронами бабушки. На работе ее подменяет Нина. Она случайно проговаривается и Рене, что ждет ребенка. Генрих Генрихович принимает решение. После смерти Софи Никитишны он хочет уволиться от Давыдовых. Ты лети, голубок, под небесную высь, ты лети, голубок, на все стороны, но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, черным воронам. Все прощается в любви, искупается любовью, очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, можно врать, не двинув бровью, то, чего не смоешь кровью, вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, под небесную высь, ты лети, голубок, на все стороны, но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, черным воронам. Алия, не вернись, черным воронам. Алия, кто мне обещал, что когда я выйду с душ, уже будет готов? Давай. Это я, наверное, с фросонья обещал. Доброе утро. Доброе. Олег, ты забыл, что нам нужно на похороны ехать? У нас мало времени осталось. И ты что, правда, собралась туда ехать? Знаешь что, не только я одна туда еду, мы с тобой, вдвоем. Мне казалось, что для тебя это не новость. Значит так, новость другая для тебя. Мы оба ни на какие похороны не поедем. кто придумал эти удавки. Ты умеешь галстуки завязывать? Ловко. на Олеге натренировалась. Доброе утро, Ирэн. А ты что, так рано? Здравствуй. Ты что, не поехала на похороны к Софье Никитичне? Мне кажется, вы дружили. Я поеду сейчас на похороны к Софье Никитичне. Потому что Софья Никитична была человеком глубоко порядочном. И с сожалением констатирую, что так тебя характеризовать я совершенно не могу. Так, опять что-то случилось? Какая муха тебя укусила? Как ты мог, а? Нет, вот ты мне скажи, вот зачем, зачем ты это сделал? Что я сделал? Зачем ты сказал Нине, что Ксения наша дочь? Олег, ты с ума сошел? Мы не можем не пойти на похороны? Очень даже можем. Да что с тобой в последнее время? Я вообще тебя не узнаю. Юль, ты только не волнуйся, пожалуйста, ладно? Нет, ну как мне не волноваться? Я бы с радостью. Просто я не понимаю, что происходит? Да ничего не происходит. Просто у меня сегодня в банке очень много дел. А тебе в таком положении на этом кладбище вообще делать нечего. Олег, ты себя слышишь вообще? У меня сегодня в банке очень много дел. Ты о чем говоришь? Я такого цинизма, знаешь, от тебя не ожидала. Вообще, есть что-то святое? Юль, ну вот не начинай с утра пораньше, ладно? Отлично. Прекрасно. Да я бы и не начинала с утра пораньше, просто такой черствый. Понимаешь, для меня это неожиданность. Да при чем здесь черствый? Я тебе еще раз повторяю, у меня сегодня слишком много дел. К тому же у Светы мы с тобой были вчера. Если мы не придем на кладбище, это будет называться предательством. И близкие люди в такой день вообще-то должны быть рядом. Я ведь сказал тебе уже, что... Спасибо, я все поняла. Не хочешь, не езжай. Я поеду без тебя. Что молчишь? Незачем отвечать. Незачем или нечего? Жень, за последние несколько лет меня постоянно в чем-то обвиняют. И чаще всего несправедливо. Как трогательно. ты можешь сейчас говорить все что угодно, мне все равно. Ты что, думаешь, я брошусь тебя жалеть? Вовсе нет. Я надеюсь, когда-нибудь ты меня поймешь. А сегодня я прошу тебя понять хотя бы одно. сейчас не время и не место для подобных бесед. Я идиотка. Я всегда знала, что ты не должен жить в нашем городе. Давай вот что. Я сварю тебе кофе, мы сядем и спокойно поговорим. Сделай мне лучше чай. Зеленый. Хорошо, чай. Сядем и все обсудим. Да что мне с тобой обсуждать, когда ты все обсудил с этой Ниной? Да что я с ней обсудил-то? Она мне сказала, что у вас тоже будет ребенок. Понимаешь, тоже будет. Что она сказала? Никак не могу понять, почему на похороны обязательно нужно надевать что-то темное. я, например, одела бы розовое или желтое. Знаешь, а тебе бы пошло именно на похоронах. Убери руки. У меня траур, между прочим. Ах да, как же я мог забыть? У нас ведь горе. Так вот я тебе напоминаю. Сегодня я провожаю в последний путь мою любимую бабушку. И слава богу, что это ее последний путь и наша с ней последняя встреча. Иран, повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказала? Сейчас я спрашиваю. Я! Зачем ты сказал своей жене, что Ксения наша дочь? Нет, 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 нет. Ты что-то другое сказала. Что тебе сказала Нина? Нина мне сказала, что у вас тоже будет ребенок. Тоже будет! У нас с ней? Ты что, ты специально меня переспрашиваешь одно и то же тысячу раз? Подожди, у нас с ней будет ребенок? Ты сумасшедшая. Я им встану! Ирена, я им встану! Все, чай отменяется. Надо выпить. Надо выпить, выпить! Что ты будешь? Что ты будешь? Миша, подожди. Ты что, ты, ты ничего не знал? Да ничегошеньки, Иреночка, ничего не знал. Держи. Ты не знал, что твоя жена беременна? Значит, она тебе хотела все сама сказать, а я, а я все испортила. Я буду отцом, ты понимаешь? Я буду отцом, я так тебе благодарен. Чем же она тебя так насолила? Ведь с виду такая милая старушка. Эта милая старушка только и делала, что жалела меня, достала меня своей заботой. Тебе, дорогая, не угодишь. То нас никто не любит, теперь достали заботой. Да, достали. Достали. Они только и повторяли, что мне нельзя чувствовать себя чужой, что обо мне нужно заботиться, меня нужно жалеть. Обжалелись все. Они никогда меня не любили, никогда. Они считали долгом меня любить, и все. Рита, что ты так разошлась? Ты побереги силы. Тебе же еще на кладбище скорбь изображать. Не волнуйся, я ее изображу. Ну, ты подруга даешь. Когда мне было 12 лет, она так достала меня своей заботой, что я пообещала, когда она умрет, я приду на кладбище и плюну на ее могилу. Так вот, я свое слово сдержу. Ты все утро мнешься и явно пытаешься меня о чем-то спросить. Ты давай говори, а то на работу опоздаешь. Я тебя слушаю. Томочка, скажи, пожалуйста, ты сегодня выходить куда-нибудь будешь? Ну, собираюсь, да, позже, а что? Ну, дела какие-нибудь? Да, конечно, дела и более чем важные. Так, Георгий. К Андрею поедешь? Ну, конечно, поеду. Но ты же знаешь, что я каждый день к нему езжу. Том, я тебя очень прошу, выйди на работу, а? Ну, на один день только. Пожалуйста. Нет, ну, если... Ну, если ты не хочешь, ты... Ты не выходи. Ладно, за кого ты меня принимаешь? Ну, я понимаю, конечно, что ты... Ты уволилась, мы договорились. Мальчик, я прошу тебя, выйди сегодня к Давыдову, а? Жор, ну, я тебе еще раз говорю, за кого ты меня принимаешь? За какую-нибудь бесчувственную женщину? Нет, я прекрасно понимаю, что Светочке сейчас не доработает. Так ты выйдешь? Ну, конечно, а ты сомневался? Привет. Привет. А ты что, не едешь вместе со всеми на кладбище? Да нет, дел много. Странно. Не вижу ничего странного, в том, что у человека, который работает в банке, может быть, много дел. Да нет, я говорю, странно, что ты не едешь на похороны, а у вас ведь со Светой такие близкие отношения? Ну, в смысле, у тебя, Юли и Светы. Ведь Юля со Светой подружки, ну, а ты все время с ней. В смысле, с Юлей. Так, и что с тобой? Да нет, ничего, проехали. Дела так дела. Да, кстати, Ворь, так раз хотел с тобой об этом поговорить. Это касается инсулинового проекта. М-м-м. Так тебя это еще беспокоит? Вот уж не думал. Я тут кое-что выяснил. Но мне нужны твои связи. Поможешь? Ну, конечно, помогу, Олег. Почему же не помочь родному человеку? Не спишь уже? Заходи уже. Так. Опять с Олегом поссорилась, да? Заметно так, да? Конечно, заметно. У тебя на лице всегда все написано. А зная характер моего брата, несложно догадаться, что это все из-за него. Ну, что на этот раз? Ну, понимаешь, сегодня похороны у бабушки Светы. Да, знаю. Ты идешь? Вообще-то, я должна была пойти. Но? С Олегом. Ну, братец, конечно же, занят. Ну, да. В общем, Эдик не может, он едет куда-то по делам, потом помогает Миша в кафе. Угу. Я искала Ирену, Ирену я не нашла, на телефон она не отвечает. Одна ехать я боюсь, потому что я плохо себя чувствую. Не-не-не, одной тебе ехать ни в коем случае нельзя. Ты уже съездила на похороны к Леше, там чуть в обморок не упала. Так что лучше тебе одной не ездить. Я не могу не поехать, Ксюша. Я все-таки должна Свету подержать, безвыходность какая-то. Ну, почему безвыходность? Давай я стою поеду, я буду все время рядом. Теперь только осталось найти автора этой чертовой статьи. А что, ты не выяснил, как это сделать? Или не пытался? Да пытался, но пока ничего не выяснил. Не выдали тебе, значит, автора. Да в том-то и дело. У них там, понимаешь ли, братство журналистское. Молчат все, как рыбы. Никак не могу найти координаты этого автора. Послушай, а ведь у тебя были связи, да? Да связи-то есть, но видишь ли, мне кажется, отец не очень доволен, что ты никак не успокоишься. Да знаю, знаю. А тебе это тоже не нравится, да? Да не то, чтобы не нравится, но мне кажется, рациональнее начать новый проект, а не возиться с провалившимся. Понимаешь, Борь, я привык все доводить до конца. И этот проект я тоже просто так не брошу. Ксюшка, знаешь, спасибо большое, но мне кажется, что тебе нужно чем-то другим сегодня заниматься. и потом ты и бабушку не знала. Не, ну почему? Ну и что ж ты не знала? Подумаешь, я вам вчера слышала, как мама с Генрихом с нашим разговаривала, так я даже не думала, что пожилые люди могут так чувствовать. Он так о Светиной бабушке говорил. Хотя он, кстати, сам-то не пойдет на похороны, потому что говорит, что с ней уже прощался и хочет ее запомнить живой. Да, понимаю. Так что у меня такое ощущение, что я даже с ней знакома, но чуть-чуть, потому что все о ней говорят. Человек, она была замечательной. Хорошо. Я постараюсь тебе помочь. Только отцу мы с тобой ничего не скажем. Сделаем все сами по-братски. если я что-нибудь узнаю про этого журналиста, я тебе сразу сообщу. Спасибо, брат. Да, кстати, если найдешь этого писателя, передай, что ты не боялся. Я просто поговорить хочу. итак, я на месте и готов оказать любую посильную помощь, которую вы мне прикажете. С чего начнем? Петька, начнем с того, что выпьем. А, ну да, ну то есть, конечно, помянем Софью Никитичну, да? Слушай, давай помянем, ну только давай вторым тостом. Давай вторым. А первый давай за мою Нинку. За Нинку? Давай за Нинку, правда, она у тебя просто замечательная. Витька, ты встань и слушай. Нет, лучше сиди. Лучше сиди, потому что сейчас упадешь. Вообще, знаешь что, не надо ни сидеть, ни стоять, надо танцевать, дружище. Что случилось-то? Моя Нинка беременная, представляешь? У нее будет ребенок, у нас будет ребенок, ты представляешь? Представляешь? Ребята, ну вот, значит, все-таки я же говорил, операция помогла, ну а ты и операция, и Ирена, и Софья Никитична. Она, наверное, больше даже, чем врачи, помогла. Слушай, она бы сейчас так порадовалась за Нинку. Многие из нас недолго знали Софью Никитичну. Но я уверена, независимо от этого, для каждого из нас она нашла те слова поддержки, которые было нужно услышать каждому. Спасибо вам, Софья Никитична. Пойдем, Реточка. Я не могу сейчас. Жень, я не знала, что это твоя бабушка. Мне очень жаль, правда, я не знаю, что говорить о таких случаях. Пойдем. Подумать не мог, что со мной такое случится. У меня будет ребенок. Ну, естественно. Конечно, это просто обалдеть. Но тебе можно только позавидовать. Ты же так долго этого хотел. Представляю, как ты рад. Представляешь? Да. Да ты не можешь себе представить. Не, ну... Я просто счастлив. Я боюсь, что я вообще с ума сойду. Ты знаешь, я ведь вообще надежду потерял. А знаешь, какая мысль мне пришла в голову? Может быть, может быть, для того, чтобы все получилось, ну, так, как ты хочешь, нужно потерять всякую надежду. Что ты думаешь по этому поводу? Я не знаю. Это философия какая-то. К сожалению, и я ответа точного не знаю. Я тебе одно скажу. Тем путем пройти, которым я прошел, я даже врагу не пожелаю. Не то, что друзьям. Ну, ладно. Давай еще раз за твою драгоценнейшую Ниночку. Давай. Нет. Знаешь что? Давай-ка, правда, за Софью Никитичну. Царствие ей небесное. Большое спасибо. Генрих Генрихович сказал, что не придет сюда. Он не может видеть ее неживой. Я его понимаю. Мужчина наши. Ни Саша, ни Олег не пришли. Мне кажется, так важно проводить человека в последний путь. Для живых важно. Это душу очищает. Да, я с вами полностью согласна, Рын Станиславовна. Нет, ну, Александр, предположим, был даже толком с ней не знаком. Но Олег... Олега срочное дело, он бы уехал в банк и сказал, что, может быть, не успеет. Какое дело? Господи, что может быть важнее, чем... Ты пришел. Здесь остались два самых близких мне человека. Только они могли так поддержать меня. Теперь мне не на кого надеяться, только на саму себя. Ни Рита, ни Женя не смогут заменить мне бабушку и Лешу. Света. Ну, ты давай, держись. Света. Конечно, Лита сама по себе. Женька совсем еще ребенок. А ты сильная, ты выдержишь. Слышишь? Если что нужно, обращайся. Мы всегда тебе поможем с Мишей. Приезжай в любое время, слышишь? Спасибо, Нин. Да ну что ты. Бабушке твоей какое спасибо. Спасибо. Она же мне так помогла. Я всегда ее буду помнить добрым словом. Каждая минута, проведенная с ней, да что там минута, каждая секундочка была озарена каким-то светом. Да, удивительная была женщина. Казалось, что все уже видел, все уже знаю. А тут вдруг она. Только жаль, что счастье мое пришло так поздно. И так, увы, ненадолго. поверить не могу, что все это было со мной. Вы ведь недолго были знакомы, да, Генрих Генрихович? Да. Всего несколько недель. Так мало. Оказалось, будто бы всю жизнь вместе. поздно я вернулся. Почему поздно? Да потому, что даже поговорить нормально не смогли. Столько осталось. Ну, ты же не знал. Да, не знал. От этого легче не становится. Жень, а ты расскажешь мне про нее? Ну, потом когда-нибудь. Да, расскажу. Расскажу, если тебе интересно. Конечно, интересно. Прижалка, что я ее не знала. И мама, и Нина, и Генрих. Они все ее так любили. Она умела найти подход к людям. А я вот совсем не знала своих бабушек. я ее на кладбище не смог пойти. Хотел было, но не смог. Теперь она всегда для меня живая будет. вот что я вам скажу, дорогие мои. Вы берегите свое счастье. Берегите, пока вы вместе и любите друг друга. Кто знает, что там дальше. слушаю. Свет, прости, пожалуйста, что он опоздал. Олег был очень занят, но он спешил. Конечно, я понимаю. Я отменил все, что мог, но не успел. Извини. Ничего. Олег, спасибо тебе, что ты пришел. У тебя была замечательная бабушка. Нам будет всем и очень не хватать. Идем? Ты иди, я попозже подойду. Подождай тебя. нет, Сереж. Иди я. Я догоню вас. Миша, ты что, ты празднуешь? Тебе не кажется, что это не самый подходящий момент сейчас? Девочка моя. Что такое? Светочка, я предложила Жене и Рите сегодня переночевать у нас. Ты тоже можешь остаться. Да, Свет, оставайся. Спасибо вам. Я думаю, сегодня мне лучше побыть одной. Понимаю. Света, будь добра, передай, пожалуйста, Даше, чтобы она приготовила комнату гостям. Да, конечно, мы сейчас все сделаем. Да нет, ты, пожалуйста, отдыхай. Ты просто передай Даше мою просьбу. Я очень Свету жаль. Я бы хотела ей как-то помочь. Сейчас ей лучше побыть одной. Тебе смерти поотряд ужасны. Ой, как она их перенесет. Это всего лишь десятая часть того, что я хотел бы для тебя устроить. Да. Миш, я не понимаю, что бы ты хотел мне устроить. Я не понимаю. Я бы для тебя, я бы для тебя устроил такой салют в тысячу залпов, если бы не печально собой тебя. Миш, я не понимаю, что на тебя нашло, тем более в такой день. Ангел мой, нежность моя. хорошая моя. Я бы хотел устроить такой праздник в честь тебя и в честь нашего ребенка, которого мы так ждали. все-таки удивительная семья. Вот у моих родителей никогда не было таких теплых отношений с прислугой. А здесь все свои. Вот Света, она же совсем недавно появилась, а уже такой близкий человек, родной. Юль, уже поздно. Пойдем наверх, тебе нужно лечь, ты устала, наверное. Да, я тоже пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Успокоилась? Что-то не припомню, чтоб я сегодня нервничала. Я имею ввиду, ты отдала последний долг своей обожаемой бабе. я просто выполнила обещание. Не могла же я не сдержать слово. Интересно, а на чью могилу ты захочешь плюнуть в следующий раз? А ты догадайся. Нет, ну кроме моей, разумеется. У меня еще есть сестра, дай бог ей здоровью. И все таки мы с тобой очень похожи, дорогая Маргарита. Не вести себе, Борис. Похоже, похоже, не спорь. Сдаются мне своих трудственничков, ты ненавидишь столь же лютой ненавистью, сколь и я своих. Гораздо больше. Гораздо. Что? Уже уходишь? Да, Ведик, ухожу. Свет, подожди, пожалуйста. Да. Ты знаешь, мне твоя бабушка сказала, что я обязательно буду счастливым человеком. И что у меня будут дети от любимой женщины. Ты в это веришь? Я вчера Юле сказал, что я ее люблю. А она? А она сказала, что любит Олега. Очень. Я пойду. Свет. Редик, ты извини, мне действительно пора. девчачья комната. Другого я и не ожидал. Какая она должна быть? Да не знаю. Я бы здесь все поменял. Плакатики эти тут. Игрушечки. Вообще-то это моя комната и мне в ней все нравится. Хочешь что-нибудь менять, иди к себе домой и меняй. Хочешь, я тебе тут что-нибудь нарисую? Не надо мне стены портить. Хочешь что-нибудь рисовать, иди к себе домой и рисуй. И нарисую? Рисуй. Ну и нарисую. Ну и рисуй. Мне несложно. Давай, давай. А я посмотрю, что у тебя там получится. Ловлю на слое. В тот раз обещала прийти на свидание и не пришла. Нехорошо как-то. Войдите. И откуда я знала, что найду тебя именно здесь? Может быть, сквозь стены видишь. Ирина Станиславовна просила подготовить комнаты для гостей. Пойдем, я покажу твою комнату, где ты будешь спать. Да спасибо, я пока не хочу спать. Ну ладно. Даша, подожди, куда же ты идешь? Ты посиди с нами, отдохни. Ладно. кстати, Олег сегодня попросил меня разыскать журналистку, которая написала ту разгромную статью. Я чуть не раз хохотался ему в лицо. Было, знаешь ли, очень сложно сдержаться. Ты как выкручиваться собираешься? Хохотун? А никак. Я разыскал ее и договорился о встрече. Кстати, надо не забыть сказать об этом Олегу. Пускай он знает, какой у него расторопный, а главное, полезный старший брат. Все-таки общие переживания сближаются, да? Да. И Светка, молодец. Она столько всего пережила, и как она держится. Молодец, правда? Правда, правда. Как хорошо, что ты приехал. Ей очень нужна была поддержка. Юль, ты ложись. Поздно уже, ты устала, наверное. А ты? У меня еще встречи. Пришлось на вечер принести. Дела, да? ты возвращайся поскорее. Я тебя буду очень-очень ждать. Хорошо. Свету не видел? Ну, видел и что? Где она? Тебе-то что? Что, издеваешься? Я спрашиваю, где Света? Не скажу. Ее здесь нет, не ищи ее. почему? Скажи, а ты что, не понимаешь, что ты делаешь? Ничего я не понимаю. Ну, делаю. ну ладно. Я пойду, мне нужно еще комнату для Риты подготовить. А давай я тебе помогу. Да не надо, спасибо. И без вашей помощи справлюсь. А ты меня боишься, что ли? Чего? С чего ты взял? Да не знаю, убежать пытаешься. Нет? А пойдем, я тебе лучше наш сад покажу. У нас очень красивый сад. Пойдем. Я был уверен. Я почувствовал, что найду тебя здесь. Я хотела побыть одна, хотела домой ехать. Многие сами сюда привели. Я тоже хотел сразу к тебе ехать, но потом понял, что ты здесь. Спасибо, что пришел. Спасибо, что не прогоняешь. Я имею в виду утром на кладбище. И мне это очень важно. Спасибо тебе. Да, ты прости меня, я не сдержал свое обещание. Мне показалось, что я нужен тебе. А мне показалось, что если ты не придешь, я останусь совсем одна. Ты знаешь, так странно. Я совсем никого не хочу видеть, а уйти тоже не могу. Я боюсь оставаться одна. Идем. Куда? Туда, где ты не будешь одна. Юль, можно? Не помешал? Привет. Заходи. Ты что-то хотел? Нет, ну, то есть, да, я хотел пожелать тебе спокойной ночи. Спокойной ночи. Ой. Я подниму, я подниму. Вот. Спасибо. ты с ума сошел? Ты соображаешь, что ты делаешь? Сошел. Соображаю. Жень, я, наверное, должна что-то говорить. Что говорить? Ну, слова какие-то, чтобы тебя поддержать. если хочешь, можешь просто молчать. Нет, ну, я правда хочу тебя поддержать, просто все эти слова, которые мне в голову приходят, они какие-то неправильные. Ну, ты начни, может быть, получится. Ты знаешь, я, я поняла, что я не знаю, что говорит человек, который потерял близкого. Да не надо ничего особенного, просто быть собой. Как это быть собой? Это значит не обманывать, не обманывать себя. Смотри. Идем? Видишь габариты? Ну, вижу. Машинку узнаешь? Еще бы. Мне не знать наших машин. Это машина Олега. Ответ верный. И наверняка он сказал своей любимой невесте Юле, что поехал по делам. Это на ночь ты глядишь. Слушай, я не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь? Меня это не касается. Мало ли, какие у Олега могут быть дела. ответ неверный. А рассказываю я тебе все это, потому что уехал не один. Догадываешься, с кем? он очень любил твою бабушку. Да. Он и сейчас ее любит. Это было короткое счастье. Возможно, самое короткое в мире. Но самое настоящее. А знаешь, что он сейчас делает? Что? Он отправляет ей письма со словами, которые не успел сказать раньше. где мы? Мы на краю света. Здесь ты никого не увидишь и не останешься. одна. ИНТРИГУЮЩАЙТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 КОНЕЦ